Море мне некуда идти. Хе Циньман медленно упала на колени. Она продолжала плакать и выглядела абсолютно беспомощной. И как это связано со мной? Спросил Ши Ян без малейшего сочувствия. Линда и Ся Шэн Чуань были убиты у него на глазах. У клана Ян в четвертой демонической области скорее всего все очень плохо. Он не знал, выжила ли группа молодого поколения клана Ян в бесконечном поле брани. Ему казалось, что ничего хорошего с людьми, с которыми он сталкивался, не происходило. Это сильно изменило его образ мышления. Когда он прибыл в Бескрайнее море, то многое получил, но и многое потерял. Смерти людей вокруг него давили невероятной печалью на его сердце. Он даже думал, что если бы не пошел в Бескрайнее море, то всего этого бы не произошло. Пройдя через множество невзгод он осознал, что должен стать сильнее всех, если хочет жить. Только встав над всеми он сможет взять судьбу под свои контроль и не позволит издеваться над его близкими. Я хочу мстить вместе с тобой. Хе Цинь Ман посмотрела заплаканными глазами на Ши Яна. В ее глазах пылала ненависть, а голос был невероятно твердым. Ты слишком слаба. Ши Ян покачал головой и тут же отказал ей. Ты помнишь наши пари на острове Огненного облака? Хе Цинь Ман все так же твердо сказала, мы спорили, если ты сможешь спасти сестру Синь Ян, то я буду стоять перед тобой голой. Я выполню свою ставку прямо сейчас. Она тут же встала и скинула с себя одежду. На ее идеальное белоснежное тело упали мягкие солнечные лучи. Глава 351. Смелость города берет. Белоснежное тело Хе Цинь Ман окутывали мягкие солнечные лучи. Любой мужчина тут же потерял бы голову, увидев такую картину. У нее была большая упругая грудь и изящные бедра. Она выглядела словно высеченная из мрамора невероятно красивая скульптура, к которой никто никогда не прикасался. Хе Цинь Ман стояла абсолютно голой перед Ши Яном и демонстрировала ему каждый сантиметр своего тела. Однако в глазах этой прекрасной девушки была видна огромная печаль. Ши Ян неотрывно смотрел на великолепное тело перед собой и чувствовал, как в его голове взорвалась бомба похоти. Однако в следующее мгновение он вернул себе ясность ума и равнодушно сказал очень красиво. Если поможешь мне убить демонов, что вторглись на остров огненного облака, то это тело будет принадлежать тебе. Холодно сказала Хе Цинь Ман без смущения. Ши Ян покачала головой, тебе нужно искать Цаю Цуда или Ян Йитина. Только настолько сильные люди, как они могут исполнить твое желание. Они старики и почти прожили свою жизнь. Хоть они живы, но их почти ничего не интересует. Хе Цинь Ман выдавила из себя улыбку. У них нет тех же интересов, что и у молодых. Я не смогу заинтересовать их. Хе Цинь Ман скрестила руки под грудью и слегка приподняла ее, что выглядела очень эротично. Она посмотрела на Ши Яна и сказала, если пообещаешь мне, то я разрешу тебе трогать меня, но только трогать. Ее действия выглядели очень привлекательными, но в глазах был лишь холод и жестокость. Ши Ян испустил долгий вздох и вынул из пространственного кольца комплект одежды. Он протянул одежду Хе Цинь Ман и затем взлетел в небо на звездных крыльях. Оставь бескрайнее море. Твое сердце умерло здесь и тебе нужно перебраться в другое место, чтобы оно снова могло расцвести, сказал Ши Ян, летя в небе. Его голос звучал так, будто он не только ей это советовал, но и убеждал в этом себя. Хе Цинь Ман с сильным удивлением уставилась в то место, где мгновение назад был Ши Ян. В ее сердце появилось странное чувство. Отойдя от удивления, Хе Цинь Ман посмотрела одежду, что протянул ей Ши Ян. Это была полупрозрачная туника и комплект нижнего шелкового белья. Она уже собиралась выбросить все это, но вдруг остановилась. Подумав немного, она с покрасневшим лицом убрала эту одежду в свое пространственное кольцо. Через минуту она вошла в пещеру и увидела там три тела девушек-демонов со следами зубов на груди. Она сразу же догадалась, что тут происходило. Заметив удовлетворенные лица мертвых девушек, Хе Цинь Ман вздрогнула. Она часто слышала слухи о сексуальных предпочтениях девушек-демонов. Им трудно получить удовольствие от секса. Они часто спят с пятью, а то и больше. Мужчинами подряд, чтобы получить хоть немного удовольствия. Глядя на троих довольных мертвых девушек, Хе Цинь Ман слегка испугалась. Остров холодного ветра. Этот остров был пропитан плотной энергией и над ним круглый год летали черные тучи. Этот остров входил в территорию клана Гу, но по факту являлся резиденцией секты Трупа. На острове находились несколько гор, в которых были проделаны множество пещер. В этих пещерах располагались ученики секты Трупа. В одной из пещер сидел старейшина секты Трупа, Инхай, и вливал инь энергию со своим глубоким циф два гроба перед собой. Вдруг Инхай резко открыл глаза. Шкряб-шкряб-шкряб. Из гробов стали раздаваться звуки скрежета. Два небесных Трупа пытались выбраться из гробов. Выражение лица Инхая тут же изменилось. Он достал инь камень и отправил через него духовное сообщение. Через минуту в пещеру влетели три человека. Патриарх секты Трупа посмотрел на Инхая и холодно спросил, это правда? Инхай молча поклонился и просто указал на два гроба. Он был слишком сильно напуган и не мог выдавить из себя ни слова. Из двух гробов раздавался скрежет. Однако этот скрежет не напугал троих людей, а наоборот обрадовал. Этот мелкий ублюдок где-то поблизости. Цинмин фыркнул, кажется он хочет здесь что-то сделать. Королева неба и король земли стояли за Цинмином и холодно кивнули. Мы потратили множество усилий, двигаясь по его следам, но не смогли найти его. Теперь благодаря двум небесным трупам мы знаем, где он. Королева неба облизнула губы. За полмесяца он убил 30 учеников страны чудес Иньянь. Он замучил до смерти двух моих личных учениц. Раз он считает, что бескрайнее море это кусок мяса, на котором можно спокойно срывать злость, то я лично его убью. На этот раз он умрет. Король земли холодно посмотрел на гробы, даже если у него есть способ справиться с Мацитзе, мы втроем сможем убить его. Я уже поместил королевский труп под землю. Если он осмелится ступить на остров, то живым больше не уйдет. С усмешкой сказал Цинмин. Я хочу, чтобы он долго мучился перед смертью. С кровожадной улыбкой сказала королева неба. Инхай, оставайся тут и не делай никаких подозрительных движений. Мы спрячемся в пещере. Я понял. Ответил Инхай с легкой запинкой. Три воина сферы духа обсудили небольшой план, а затем разошлись по пещере и стали ждать. Инхай подошел к одному гробу и положив на него руку сказал, пришло время платить. В море возле острова холодного ветра. По дну моря, словно рыба, плыл человек. Внезапно он остановился и поглядев наверх, выпустил духовную энергию. Он почувствовал, как со стороны острова к нему прилетели две слабые волны духовной энергии. Они звали его. Подумав немного, Шильян на максимальной скорости доплыл до границ острова, а затем остановился. Он не спешил входить на остров и стал внимательно наблюдать за ним. Через некоторое время он вышел на берег. Он прищурившись посмотрел на черные облака, а затем сосредоточился на окружающем пространстве, чтобы почувствовать, есть ли тут что-то странное. Он понял, что это два небесных трупа звали его. А раз небесные трупы на этом острове, то с ними должны быть Инхай и Цинмин. В прошлом он бы не рискнул ступить на этот остров, даже если на нем были просто воины сферы небес. Однако теперь, когда дух святого бога, ледяное пламя и суть пламени генерируют для него энергию, он ничего не боялся, и даже наоборот, рвался вперед с невероятным предвкушением. Мутация боевого духа уже изменила всю верхнюю часть его тела. Энергия убитых воинов сферы небес могла помочь ему завершить мутацию и прорваться в новую сферу. Именно поэтому он старательно искал именно воинов сферы небес. Когда его верхняя часть тела мутировала, она стала такой тяжелой, что он с трудом мог ходить. Он чувствовал, будто к его ногам приделали огромную гору. Каждый шаг ему давался с невероятным трудом и сопровождался странным треском. Он должен как можно скорее завершить мутацию или такое тело подведет его во время битвы. Спустя несколько дней, энергия из рисунка Инь-Янь начала исчезать. Он не мог это остановить. Шильян догадался, что скоро слияние духа святого бога, ледяного пламени и сути пламени подойдет к концу. Как только к нему вернутся его истинные силы, он не сможет справиться с воином сферы небес. Прямо сейчас бескрайнее море пребывает в полнейшем хаосе, а за ним устроена охота. Если он потеряет силу, сравнимую с силой воина сферы духа, то долго не проживет. В данный момент у него просто нет времени на спокойные посиделки. Глядя на небо, Шильян знал, что впереди опасно, но он все равно решил рискнуть. Смелость города берет. Не колеблясь, он тут же активировал звездные крылья, использовав вспышку звезд, тут же оказался возле одной горы. Наконец-то ты здесь. Откуда-то раздался голос и перед Шильяном возник Цин Мин. В этот момент весь остров затрясся и из-под земли вылез обезьяноподобный монстр. Глава 352. Ловушка королевский труп. Этим трехметровым волосатым монстром оказался королевский труп, козырь секты трупа. Королевский труп был высокоуровневой марионеткой. У него была способность использовать все пять элементов и невероятно прочное тело, способное спокойно выдержать любые виды урона. Каждый королевский труп обрабатывался в течение 10 тысяч лет специальной техникой и впитывал огромное количество трупной энергии. Из-за этого он становился одним из самых ужасающих существ в мире. Как только королевский труп вылез из-под земли, вся энергия, что была на острове, проникла в тело трупа. У острова Холодного Ветра было еще одно название – гробница. Этот остров являлся древним местом захоронения членов клана Гу. Все воины клана Гу, чьи тела удавалось найти, были похоронены на острове Холодного Ветра. Из-за постоянных облаков на небе, тепло солнца не могло нагреть остров и это способствовало тому, что вся энергия мертвых оставалась под землей. Цинмин специально выбрал остров Холодного Ветра своей временной резиденцией, потому, что знал все его особенности. Когда королевский труп оказался под землей на этом острове, то он несколько дней подряд поглощал трупную энергию и это значительно увеличило ему силы. Королевский труп стоял возле Цинмина и скалился, демонстрируя набор длинных клыков. Из пальцев рук росли заостренные когти, что больше напоминали мечи. Плотная энергия обвивала его когти, словно змей. Королевский труп смотрел своими белыми глазами на Цинмина и ждал команды Цинмина. Следом появились двое глав страны чудес Иньянь. Одна встала перед Циньаном, а другой позади него. Королева неба Фань Сан Юнь была одета в фиолетовые облегающие кожаные шорты и кирса. Шорты были чуть выше колен и подчеркивали ее зад. В кирсе был вырез декольте, из которого вот-вот вывалятся две огромные груди. Шиян спокойно смотрел на усмехающуюся перед ним женщину, что была воплощением его эротической мечты. Король земли стоял за Шияном и постоянно взмахивал веером, на котором были нарисованы сотни птиц. Он был похож на ученого, нежели на воина. Цинмин носил зеленую маску с клыками и был полностью закутан в черную тунику. Из прорезов для глаз в маске виднелись две сияющие зеленые змеи. Некоторые воины секты трупа и страны чудес Иньянь пришли на гору и холодно смотрели на Шияна. Среди них был Инхай. Он держал в руках какую-то серебряную и жесткой улыбкой смотрел на Шияна. Он хотел лично увидеть, как умрет Шиян. В общей сложности на горе собрались три воина сферы духа, десять воинов сферы нирваны и небес. Шиян с хмурым лицом осмотрелся вокруг. Он попал в ловушку, которая была создана специально для него. Шиян осознал, что из этого окружения ему будет очень тяжело выбраться. Мелкий ублюдок, ты не устал убивать людей двух наших сил? С улыбкой спросила королева неба. После ее слов невидимая волна энергии прокатилась по округе. Воины секты трупа и страны чудес Иньянь, что стояли недалеко от нее, тут же ощутили всплеск невероятного возбуждения внутри себя. Их лица стали красными, а в глазах горела похоть. Они были готовы прямо сейчас наброситься на королеву неба. Король земли тоже попал под этот эффект и с похотливыми глазами смотрел на нее. Шиян внезапно удивился. Вокруг него вдруг стал меняться пейзаж. Лес на горе превратился в огромный дворцовый зал, а под его ногами, вместо травы, расстилался роскошный ковер. Рядом с ним появилась красивая возбужденная девушка. Она сняла с себя одежду и обняв Шияна, стала тянуться к его кубам. Ее огромная грудь плотно прижималась к торсу Шияна. Эта сцена могла вызвать у любого мужчины взрыв похоти и полностью лишить ясности ума. Фань Сан Юнь улыбалась. Она только что применила технику страны чудес Иньянь, территория наслаждения. Все, кто находился в этот момент рядом с ней, были затронуты этой техникой. Независимо от того, кто это были, воины секты трупа или страны чудес Иньянь, все оказались под воздействием этой техники. Даже воины сферы небес были загипнотизированы и не догадывались об этом. Король земли тоже оказался слегка затронут техникой, так как его психическая устойчивость была немного слабее, чем у Фань Сан Юнь. Цин Мин был единственным мужчиной в этом месте, что еще оставался в здравом уме. Его холодные зеленые глаза ничуть не изменились. Королева неба, только не говори мне, что он тебе понравился. Цин Мин посмотрел на Фань Сан Юнь, не трать время на это. Я просто сейчас прикажу королевскому трупу и он быстро уничтожит его. Нет. Фань Сан Юнь с улыбкой посмотрела на Цин Мина и подмигнула ему, я же сказала, что хочу пытать эту мелкую мразь до тех пор, пока они умрет. Сейчас он под гипнозом и потерял связь с реальностью. Что бы я с ним не сделала сейчас, он никак на это не отреагирует. Закончив говорить, она рассмеялась и подойдя к Ши Яна, сняла с него одежду. Цин Мин с отвращением посмотрел на королеву неба сказал, он всего лишь воин сферы нирваны. Не думаю, что ты много получишь выгоды, если высосешь из его тела глубокое ЦИ. Он отрезал Ма Цы Цзи руку. В его теле не просто энергия, сферы нирваны. Фань Сан Юнь холодно улыбнулась, если я поглощу его глубокое ЦИ, то получу огромную выгоду. Цин Мин, ты должен понимать это. Разве ты не хочешь, чтобы я жила счастливо? Хорошо, его тело твое, но другие вещи мои, сказал Цин Мин. Что касается его сокровищ, то мы обсудим это позже. Фань Сан Юнь улыбнулась еще более холодной улыбкой, ты можешь забрать небесное пламя, но о том мече даже не мечтай. Закончив говорить, Фань Сан Юнь поцеловала Шильяна в щеку и повалила на землю. Королева неба создала темно-красный барьер вокруг себя и Шильяна, чтобы их никто не видел. Внутри барьера, Фань Сан Юнь стала снимать с себя одежду и смотря на Шильяна, стала улыбаться в предвкушении. Сняв с себя одежду, она подошла к Шильяна и медленно села на его член. Ах! Вскрикнула Фань Сан Юнь, но не от удовольствия, а от боли. Она попыталась встать. Мощная ледяная энергия проникла в нее и быстро распространилась по каждой клетке нижней части тела. Взгляд Шильяна резко изменился. Его глаза выражали жажду крови. Не теряя ни секунда, он поднял свои руки и одновременно схватив ее груди, выстрелил в нее звездным светом. Бум! Грудь Фань Сан Юнь ярко вспыхнула. Нижняя часть тела королевы неба превратилась в лед, а ее грудь – в разорванные куски мяса. Фань Сан Юнь громко закричала от боли и ужаса. Она прикрыла то место, где раньше была грудь и хотела остановить кровотечение, но у нее не получалось. Кровь большим потоком стекала про ее телу и, попадая на ноги, тут же замерзала. Холодно усмехнувшись, Шильян слил еще больше энергии в тело Фань Сан Юнь. Он хотел ее убить. Глава 353. Опасное положение Цин Мин и король земли стояли возле барьера и ждали, когда Фань Сан Юнь поглотит энергию Шильяна. Внезапно они услышали ее жалостливый крик, а затем увидели, как она вылетела из барьера вверх, разбрызгивая свою кровь повсюду. Следом за ней в небо взлетел Шильяна. На его лице играла кровожадная улыбка. От него веяла аура дикого зверя и он хотел убить Фань Сан Юнь любой ценой. Сука! Крикнул король земли и взмахнул своим веером. Из его веера тут же вылетели сотни разноцветных птиц и с громким криком устремились к Шильяну. Эти птицы были небольшого размера, с яркими прекрасными перьями. Их скорость полета была невероятна. Они в мгновение ока достигли Шильяна. Многочисленные атаки в виде холода, огня, яда и ветра вылетели из клюва в птиц. Эти атаки сами по себе не были сильны, но в сочетании с другими обретали значительную мощь. Мощная энергия разлилась по телу Шильяна, а негативная энергия второго этапа ярости вырвалась из его тела. В этот момент он использовал все свои силы, так как намеревался любой ценой убить Фань Сан Юнь. В одной руке он активировал печать жизни, а в другой печать смерти, а затем он слил в одну печать жизни и смерти, что испускало невероятно могущественную ауру. Следом Шильян создал водоворот из двух типов энергии, что засасывал в себя всех птиц, которые мешали ему. Кровь непрерывно хлестала их разорванной груди Фань Сан Юнь. С верхней части ее тела свисали куски плоти, а нижняя часть превратилась в лед. Она направила всю свою энергию в ноги, чтобы разморозить их. Шильян бросился к ней и подлетев почти в плотную, резко остановился. Безумие вспыхнуло в глазах Фань Сан Юнь. С громким криком она сформировала в руках два шара света, один был зеленым, а другой фиолетовым. Эти шары были наполнены мощной энергией. Фань Сан Юнь использовала свою душу и создала в этих шарах света маленькие копии себя, но их характер был совершенно разным. Копия в зеленом шаре была одета в строгую одежду и держала руку перед собой, будто молилась Богу. Копия в фиолетовом шаре была абсолютно голая и с похотливой улыбкой исполняла какой-то танец. Шары света начали ослепительно сиять. Две копии в шарах стали растили и одновременно посмотрели на Шильяна. Их шаров вылетели две женщины с полупрозрачными телами и поплыли прямо к Шильяну. Эти две женщины, что являются воплощениями похоти и целомудрия, мгновенно влетели в глаза Шильяна. В голове Шильяна раздался взрыв. Ему казалось, что его душу разделили на две части и они начали сражаться друг с другом. Спустя секунду он упал в водоворот, в котором кружилось стадо птиц. Птицы стали неистово кричать и непрерывно клевали Шильяна. Птицы вырвали несколько кусков мяса с ног Шильяна. С ног текла кровь и если приглядеться, то можно было увидеть кости. Однако когда клювы птиц касались верхней части тела, то они тут же отскакивали со звенящим звуком, не оставив на торсе ни царапины. Король земли спокойно стоял на земле и с холодной улыбкой смотрел, как птицы раздирают Шильяна. Цин Мин уже собирался действовать, но увидев, что Шильян попал под действие духовной техники Фань Сан Юнь, остался стоять на месте и наблюдал за Шильяном. Фань Сан Юнь зависла в воздухе. Она уже остановила кровотечение из груди и с жестоким выражением лица смотрела на Шильяна. Взмахнув руками, два шара света взорвались и превратились в тысячи пучков света, которые облепили ее ноги и стали размораживать их. Громко крикнув, она развеяла иллюзию территории наслаждения. Воины секты Трупа и Страна Чудес Иньянь очнулись и с удивлением посмотрели сперва на нее, а потом на Шильяна. Они не понимали, что сейчас случилось, но увидев Фань Сан Юнь в таком состоянии, начали со страхом смотреть на Шильяна. Не убивай его, я хочу, чтобы он испытал на себе всевозможные пытки. Я хочу, чтобы он желал смерти, сказала Фань Сан Юнь со зловещим выражением лица. Все, кто сейчас посмотрел на нее, задрожали от страха. Даже король земли слегка побледнел и не смел говорить что-то. Фиолетовые и зеленые точки света бегали по ее нижней части тела и рассеивали ледяную энергию. Все же Фань Сан Юнь оставалась воином сферы духа и могла спокойно справиться с энергией ледяного пламени, если бы не была небрежна. Мощная энергия вырвалась из тела Фань Сан Юнь. Ее волосы встали дыбом, а вокруг нее витала кровожадная аура. Она резко полетала к Шильяну, вытянув вперед свою руку с острыми ногтями. В этот момент она уже не выглядела как королева неба. Женщина, что одним своим видом соблазняла десятки тысяч мужчин. Теперь она была похожа на разъяренного демона. В глазах Шильяна промелькнул страх. Два духа, что были созданы Фань Сан Юнь и проникли в его Духовное море, постоянно атаковали главенствующий дух. Духовное море пребывало в Хаосе. Пять демонов собрались возле главенствующего духа, но не помогали ему, а просто наблюдали. Внезапно кожа на лбу главенствующего духа Шильяна начала расступаться. Между его бровей появился серебряный глаз. Внутри этого глаза горел серебряный огонь. Из глаза вылетели серебряные нити и окутали фантомов Фань Сан Юнь. Эти два фантома мгновенно погибли, не оставив после себя ни следа. Духовное море Шильяна тут же пришло в норму. Сознание Шильяна стало нормальным и он мог снова спокойно мыслить. В этот момент Фань Сан Юнь взмахнула своими острыми ногтями прямо перед Шильяном. Шильян в последнее мгновение отреагировал на эту атаку и, использовав вспышку звезд, переместился к входу в пещеру, где находился Инхай. Тюрьма. Используя звездный свет и энергию трех форм жизни, Шильян создал вокруг Инхая невидимую тюрьму, похожую на водоворот. Лицо Инхая исказилось. Он почувствовал, как что-то сдерживает его и полностью блокирует его энергию. Он внезапно ослаб и перестал контролировать свою энергию. Как только тело Инхая лишилось энергетической защиты, его тут же разорвало гравитационным полем. Гравитационное поле было самым мощным навыком Шильяна. Сила этого навыка вырастала пропорционально энергии, вложенной в него. В этот вихрь было вложено семь типов энергии. Как только они слились, даже воин сферы небес, такой как Инхай, не мог выдержать их мощь. Шильян знал, что силы гравитационного поля будет достаточно, чтобы убить Инхая. На меньшие он и не надеялся. Затем Шильян рванул прямо в пещеру, где находились два небесных трупа. По пути Шильян начал образовывать в руках две огромные печати жизни. Как только он увидел два гроба, то сразу же выстрелил ими в них. А два небесных трупа, что находились в гробах, громко взвыли. В следующую секунду они разломали в щепки гробы и мгновенно появились перед Шильяном. Шильян тут же радостно рассмеялся и уже предвкушал победу. Глава 354. Неистовство несколько лет назад, на могильнике 93, Шильян выстрелил в эти два небесных труп печатью жизни, что вызвало внутри них мутацию. Эта мутация была похожа на зарождение их собственных душ, которые были связаны с Шильяном. Первоначально Шильян не знал, в чем причина такого изменения двух небесных трупов, но после долгих размышлений нашел ответ. Это был странный эффект печати жизни. Спустя несколько лет Шильян снова столкнулся с этими небесными трупами и еще раз выстрелил в них печатью жизни. Однако в этот раз сила печати жизни была намного выше, так как она состояла из смеси энергии трех форм жизни и глубокого ци. Когда перед ним появились два небесных трупа, в их мутных глазах можно было заметить легкое изумление и ожидание чего-то. Это было просто невероятно. Шильян почувствовал, что может свободно управлять ими. Указав рукой на воинов страны чудес Иньянь, он отдал приказ небесным трупам через духовную энергию. Два небесных трупа тут же влетели и бросились на воинов страны чудес Иньянь, словно были дикими зверьми. Из их холодных тел вырвалась трупная энергия. Шильян был вне себя от радости. Выйдя из пещеры, он мгновенно переместился к гравитационному полю, где вращались куски тела Иньхая и поглотил все его глубокое ци. Закончив с поглощением, он пошел вперед, оставив за своей спиной гравитационное поле, в котором кружились уже иссушенные части человеческого тела. Хоть гравитационное поле существовало, но оно было абсолютно невидимым для глаз. Все окружающие воины были ошеломлены, когда Иньхай внезапно на их превратился в летающие куски мяса. С гравитационным полем за спиной, Шильян отлетел к противоположной горе. Затем он смешал мощную энергию трех форм жизни с духовной энергией и влил эту смесь в кровавое кольцо. Выходи! Шильян громко взревел, выпустив из своего тела невероятно мощный импульс энергии. У него была теория, что он может вызвать гигантский меч, если в его теле будет достаточно мощная энергия. И эта теория оказалась верной. Когда сила Шильяна достигла определенного уровня, то он ощутил, как все сухожилия в его теле сильно заболели. Кровавое кольцо ярко вспыхнуло и из него вылетел гигантский меч. Когда Шильян схватил рукоять, меч начал высасывать энергию из его тела. Постепенно на лезвии меча стали открываться глаза. С каждым открытым глазом, излучаемая мечом зловещая аура становилась все сильнее. Пока Шильян держал меч, его главенствующий дух в духовном море яростно дрожал. Духовная энергия в море ярко засияла и стала окутывать главенствующий дух. Внезапно Шильян стал чувствовать жизненную энергию воинов, что были недалеко, не выпуская духовную энергию за пределы духовного моря. Помимо жизненной энергии он ощущал, по какой траектории глубокой ци течет в их телах и как принимает форму, формируя боевой навык. В глазах Шильяна появились яркие точки, напоминающие звездное небо. Теперь он видел все вокруг не так, как раньше. Он видел, как паутина из природной энергии проходит по воздуху и глубоко под землей. Также он видел энергию в растениях и другие типы энергии в воздухе. Невероятно. На несколько мгновений Шильян смог разглядеть истинную природу вещей. Внезапно его голову окружил белый туман и проник в нее. Зловещая энергия из меча влетела в духовное море Шильяна и слилась с главенствующим духом. Неистовое желание убивать все на своем пути тут же появилось в его душе. Он хотел буквально уничтожить всех, кого сейчас видел. Глаза Шильяна стали кроваво-красного цвета. Его лицо злобно исказилось и он громко взревел, будто был демоном, выпалшим из глубина до. Выражение лица Цинмина тут же изменилось. Фань Сан Юнь слегка испугалась и запустила в Шильяна несколько иллюзорных техник. Однако все эти техники тут же разрушались, как только касались глаз Шильяна. Фань Сан Юнь была ошеломлена. Она родилась с боевым духом души. Этот боевой дух в несколько раз усиливал любые иллюзорные техники. На протяжении многих лет Фань Сан Юнь использовала свой боевой дух в сочетании с техниками очарования Страна Чудес. Инь Янь ставила на колени сотни тысяч суровых воинов. Однако она совсем не ожидала, что воин сферы Нирваны сможет с такой легкостью противостоять ее чарам. Казалось, этот гигантский меч придал его душе полный иммунитет к духовным и психическим атакам. Фань Сан Юнь сильно испугалась. Ее главное оружие стало абсолютно бесполезным. Она еле как набрала смелости и бросилась на Шильяна. Король земли тоже был ошеломлен и понял, что дело плохо. Он взмахнул веером и вылетевшие из него птицы стали кружить вокруг его руки. Через мгновение в руке короля земли появился золотой меч. Золотой меч ярко вспыхнул и начал удлиняться. Достигнув 100 метров, мест стал изменяться и превратился в золотого дракона. Множество птиц превратились в яркие пучки энергии и влетели в тело этого короля драконов. Глаза короля драконов ярко засияли и он с высокомерным видом полетел прямо к Шильяну. Цин Мин в свою очередь отдал приказ королевскому трупу. Трехметровый королевский труп поднял голову и взревел. От его рева задрожал весь остров. Из рта королевского трупа вылетели пять толстых лучей света. Вокруг Шильяна мгновенно появились пять сумеречных колонн. Из этих колонн начала вытекать энергия, которая обвязала ноги Шильяна. Черные облака над островом начали яростно дрожать. Всем казалось, что небо вот-вот рухнет вниз. Шильян поднял голову и посмотрел на облака. Внутри черных облаков он увидел бесчисленное количество мертвых насекомых. Эти насекомые поглощали трупную энергию, идущую из острова и пожирали друг друга. С каждым съеденным противником тело насекомого вырастало, а его сила в разы увеличивалась. Все эти насекомые контролировались королевским трупом. Вскоре миллионы насекомых пожрали друг друга и превратились в десятки тысяч огромных белоснежных личинок. С тел этих личинок стекала какая-то слизь. Шильян все еще стоял на месте, с гравитационным полем за спиной и давал мечу свою энергию. Когда меч открыть треть своих глаз, то перестал поглощать энергию. В этот момент Шильян взмахнул мечом прямо перед головой короля драконов. Треск-треск-треск. Когда взмах был завершен, вокруг меча стало разрушаться пространство. Со стороны это выглядело так, будто в воздухе появляется огромный глаз с мечом в виде зрачка. Из этого глаза потоком хлестала зловещая энергия. Гигантский меч внезапно ярко вспыхнул красным светом и превратил небо над островом в кровавое море. Все открытые глаза на мече стали сиять розовым светом. В следующее мгновение с неба обрушились лучи кровавого света. Эти кровавые лучи двигались так, будто у них было свое сознание и они летели прямо в воинов страны чудес и ньяни секты трупа. Как только лучи кого-то касались, он тут же вскрикивал. Под ужасающие вопли, тело человека буквально таяло и меньше чем за секунду превращалось в кровавую лужу. Воины сферы нирваны жили чуть дольше, секунд 10, но при этом им приходилось испытывать невероятную боль. Они наблюдали, как их собственные тела таят и оставляют после себя лишь лужу крови. Воины сферы небес успели отреагировать на эту опасность и развернувшись, стали убегать от смерти. Все воины, кого задевали лучи кровавого света, превращались в лужи крови, а их энергия сама летела к Шияну. Ахахахахаха. Шиян задрал голову и громко рассмеялся. Его смех был пропитан жестокостью и безумием. Он чувствовал чужая энергия наполняет его тело. В следующую секунду он слегка взмахнул гигантским мечом и выстрелил из него лучом кровавого, который попал прямо в короля драконов. Король драконов тут же распался на куски, словно глиняная ваза, а затем эти куски превратились в дым, который развеялся в воздухе. Шиян посмотрел наверх и с силой взмахнул мечом над собой, словно хотел разрезать небо. Несколько десятков тысяч белых личинок в черных облаках были одновременно поражены гигантским красным лучом света. Все они мгновенно исчезли, не оставив после себя ни следа. Это моя сила. Ахахаха, кайф. Шиян громко рассмеялся, играючи покачивая в руки гигантский меч. Он все больше и больше сходил с ума. Три воина сферы духа смотрели на Шияна со странными выражениями лиц, а в их сердцах поселился страх. Глава 355. Я даю тебе свободу. Шиян безумно смеялся и широко взмахнул гигантским мечом. Из меча вылетела длинная полоса красного света, которая разрубила пополам гору, что находилась перед ним. Гора мгновенно рухнула. Держа в руки гигантский меч, Шиян чувствовал себя так, будто завоевал весь мир. Внутри него бурлила сила. Его сердце было переполнено желанием убивать все живое и сожалением о том, что он не может уничтожить весь мир одним ударом. Он был невероятно рад. На некотором расстоянии два воина сферы небес стояли на земле и со страхом смотрели на Шияна. Им каким-то чудом удалось увернуться от атаки этого ужасного меча. Они были так сильно напуганы, что даже не смели сделать и шагу в сторону Шияна. В глазах этих воинов сферы небес Шиян был непобедимым демоном богом. Все, что они могли, это спасаться от него бегством. Даже три воина сферы духа молча, со страхом, наблюдали за безумно смеющимся Шияном. Только королевский труп без страха летел к Шияну. Сконцентрировав в своем теле энергию пяти элементов, королевский труп мгновенно оказался перед Шияном. Ахахаха. Смеясь, Шиян взмахнул мечом. Толстые лучи красного света, что были больше похожи на потоки крови, вытекали из меча в разные стороны. Глаза на мече вспыхнули алым светом и свирепо оглядывались по сторонам, ища цель для убийства. Из меча вырвалась мощная энергия, что увеличило пространственную трещину. Из трещины вылетела странная яркая энергия, которая обвязала оставшиеся в небе трупы насекомых и затянула их обратно в трещину. Громко взревев, королевский труп выпустил из своего тела энергию пяти элементов и создал высоко в небе пять разноцветных облаков. Как только облака появились, то они одновременно полетели прямо на Шияна. Тело королевского трупа ярко вспыхнуло и он исчез. Шиян холодно ухмыльнулся. Он взмахнул мечом, и кровавые лучи из глаз меча полетел пять облаков. Кровавый свет буквально стирал те места облаков, которых касался. Вскоре облака напоминали решето. На лицах короля земли и королевы неба появилась паника. Цин Мин посмотрел на облака пылающими зеленым огнем глазами и подняв руки на уровень груди, начал формировать ручную печать. Из головы Цин Мина тут же начала вылетать духовная энергия. Эта духовная энергия влетала в пять облаков и с большой скоростью заделывала в них дыры. Над облаками произошла вспышка света и там появился королевский труп. Он со странным выражением лица посмотрел зелеными глазами на Шияна. В этот момент Цин Мин отправил ему духовное сообщение через трупное пламя. В следующее мгновение глаза королевского трупа вспыхнули зеленым светом, а волосы на его теле задрожали. Из каждого волоска начала вырываться мощная аура. Затем волоски приняли форму иглы выстрелили в Шияна, охватив своей атакой радиус в десяток метров вокруг него. Вшух-вшух-вшух. Огромное количество волос короля трупов достигло Шияна прежде, чем он успел отреагировать. Бам-бам-бам. Волосы, что попадали в верхнюю часть тела Шияна отскакивали с громким звуком, не причинив ему никакого вреда. Однако нижняя часть тела не прошла мутацию и волосы короля трупа насквозь пробили ее. Две ноги Шияна после атаки короля трупа выглядели ужасно. Кости и плоть ног буквально стали единым месивом. Следом за волосами полетел мощный поток энергии. Этот поток энергии проник в пробитые ноги Шияна и потек по сухожилиям вверх. Шиян слегка нахмурился и выпустил из живота энергию сути пламени. Огненная энергия начала бороться с трупной энергией в ногах. Ра-а-а. Громко взревев, королевский труп полетел вперед. Выпустив из тела трупную энергию, он сконцентрировал ее на своих когтях, что заставило их вырасти до 10 метров. Мощная трупная энергия обрушилась с неба на Шияна. В этой энергии содержалась обида и ненависть всех существ, что были убиты в этом мире. Это зло ударило прямо Шияну в душу. Шиян съежился от боли в ногах. Он выпустил звездную энергию и сформировал звездный щит. С трудом разогнувшись, он сделал взмах мечом. Бзынь, бзынь. Королевский труп отразил своими когтями кровавый луч и обрушил 10-метровые когтя на Шияна. Бах-бах-бух. Как только когти коснулись звездного щита, в точках соприкосновения вспыхнул яркий звездный свет и в следующую секунду звездный щит взорвался. Когти короля трупов остались невредимы с невероятной скоростью, полетели прямо в грудь Шияна. Птуф. Десять когтей с силой ударили в грудь и вонзились на 3 сантиметра в кожу. Это было всего 3 сантиметра. Когтя короля трупа сверкнули и по ним потекла трупная энергия, но они были тут же остановлены невидимым барьером. Когти короля трупов могли уничтожать целые острова. Их можно считать, как одним из самых сильных оружий короля трупов. Даже воинам сферы духа было трудно защититься от них, а если они были небрежны, то мгновенно умирали от них. Цин Мин считал, что Шиян несомненно умрет от этой атаки. Он лично видел, как девятки высокоуровневых воинов Бескрайнего моря погибали под когтями его трупа. Никто еще не выживал. Однако то, что он сейчас увидел, вогнало его в ужас. Когти пробили всего 3 сантиметра кожи. Когти были наполнены невероятной силой и жестко давили вперед, но не могли сдвинуться дальше ни на миллиметр. В глазах Цин Мина был чистый ужас. Выражение лица Шияна тоже изменилось. Он почувствовал, как яростная энергия хлынула из его тела в когти и стала выдавливать их. Все мышечные волокна на груди Шияна вздулись и тоже потихоньку выдавливали когти из груди. Из-за жесткого давления с двух сторон когти слома пополам. Ра-а-а-а. Королевский труп громко взревел и мгновенно отрастил новые десятиметровые когти. Он рванул вперед. Взгляд Шияна слегка изменился и странная улыбка заиграла на его лице. Он вытянул одну руку, собрав ледяную энергию, огненную энергию и глубокое ЦИ создал огромный отпечаток ладони. Когда королевский труп приблизился к Шияну на 15 метров, в него выстрелили стометровой печатью жизни. Огромная печать жизни проникла в тело королевского трупа и наполнила его жизненной энергией. Разъяренный королевский труп резко замер. Его глаза стали белыми и смотрели прямо на Шияна. В этот момент между королевским трупом и Шияном возникла тонкая духовная связь. Убить, убить, убить. Зловещие намерения с этими словами возникли в сознании Шияна. Глаза Шияна сверкнули. Не колеблись, он направил это намерение к главенствующему духу и открыл его третий глаз. Серебряный свет вылетел из лба главенствующего духа и пройдя по пути этого намерения, попал прямо в мозг королевского трупа. Этот серебряный свет мгновенно нашел там формацию контроля души, что разместил Цин Мин. Серебряный свет был энергией пламени пожирающего души. Этот свет мгновенно сжег формацию Цин Мина и это было намного быстрее, чем рассеивание иллюзии Фань Сан Юнь. Извергаемая королевским трупом энергия резко исчезла. Постепенно, его жажда крови стала угасать. Спустя 10 тысяч лет королевский труп избавился от чужого контроля и стал сам ясно мыслить и осознавал это. Кто кто ты? Спросил королевский труп у Шильяна через духовное сообщение. Не спрашивай, но я тебе не враг. Шильян радостно улыбнулся, я удалил технику контроля души, что существовало в твоей голове 10 тысяч лет. Я даю тебе свободу. С этого момента, ты можешь делать все, что хочешь и никто тебе не сможет приказывать. Свобода свобода. Пробормотал королевский труп и создал внутри себя небольшой взрыв энергии. Зеленый свет в его глазах тут же исчез. Ха. Цин Мин тут же выплюнул большой поток крови. Его тело задрожало от страха и боли. Он непонимающим взглядом смотрел то на Шильяна, то на королевский труп, а затем истерично закричал. Это невозможно. Это невозможно. Глава 356. Делайте, что хотите. Цин Мин впервые в жизни так сильно запаниковал. Королевские трупы были основой секты трупа и являются самым сильным оружием секты. Именно благодаря королевским трупам секта трупа держала позицию одной из 15 самых могущественных сил Бескрайнего моря. Без королевских трупов секта трупа не обладала бы своим нынешним статусом. С потерей одного королевского трупа, статус секты трупа резко упадет. Также методы культивации глав секты трупа тесно связаны с королевскими трупами. Если королевский труп выйдет из-под контроля или исчезнет, то глава секты не сможет прорваться на следующий уровень силы всю оставшуюся жизнь. Лишиться королевского трупа для секты трупа было в десятки тысяч раз опаснее, чем существование Шияна. Поняв, что королевский труп вышел из-под контроля, невероятный ужас охватил душу Цин Мина. Он все потерял. Ты свободен. Шиян отправил духовное сообщение королевскому трупу. Королевский труп парил в небе напротив Шияна и смотрел на него. В его глазах больше не было желания убить Шияна. Постепенно в его сознании начинали всплывать старые воспоминания. Пока Цин Мин кричал без остановки и пытался вернуть контроль над королевским трупом, сам королевский труп с постоянно меняющимся выражением лица думал о чем-то. Шиян не терял времени и отправлял королевскому трупу через духовную связь дружеские намерения. Когда-то он использовал этот же метод на сути пламени, чтобы подружиться с ним и теперь он решил испробовать это на королевском трупе. Стоя на месте пару десятков секунд, выражение лица королевского трупа резко изменилось и из его тела вырвалась сильная жажда крови. Королевский труп перевел свой взгляд с Шияна на Цин Мина. Пять колонн под ногами Шияна сверкнули и полетели в сторону Цин Мина. Королева неба и король земли были в ужасе. Они тут же летели подальше от острова, боясь стать целью королевского трупа. Поскольку они были близкими друзьями с сектой трупа, то видели множество раз, как Цин Мин использовал королевский труп и насколько велика была его сила. Используя силу пяти элементов и невероятно крепкое тело делало королевский труп неуязвимым. Также он мог совершать атаки с помощью трупной энергии. Никто на этом острове не сможет справиться с королевским трупом. Отчаяние вспыхнуло в глазах Цин Мина. Атака королевского трупа окончательно убедила Цин Мина в том, что он больше не может его контролировать. Как только королевский труп начал действовать, Цин Мин посмотрел на Шияна и громко взревел. «Шиян, я убью тебя! Ты испытаешь все пытки, что только есть!» Как только Цин Мин закончил кричать, в его глазах вспыхнуло зеленое пламя. Из пламени начали выползать человеческие тени, состоящие из трупной энергии. Тени мгновенно окутали тело Цин Мина, а затем, вспыхнув зеленым светом, очень быстро улетели за горизонт. Пять столбов королевского трупа попали лишь в пустое место, где пару мгновений назад был Цин Мин. Королева Неба и Король Земли обменялись взглядами, а затем их тела ярко вспыхнули. Вокруг них исказилось пространство и в следующую секунду они исчезли. Воины сферы духа могли переноситься на десятки тысяч километров, используя лишь свою собственную энергию. Помимо этого, они могли также скрывать свою ауру и даже душу без каких-либо сокровищ. Обнаружить скрывшегося воина сферы духа было почти невозможно, если только его не ищет более сильный воин или у него есть специальные поисковые сокровища. Шиян не был настолько силен и у него нет таких сокровищ. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Королева Неба и Король Земли исчезают. Как только Цин Мин, Король Земли и Фань Сан Юню шли, Шиян собирался заняться остальными воинам, но увидел, что их уже нет. Они воспользовались сокровищами, секретными навыками или просто использовали свою силу, чтобы сбежать или спрятаться. Лицо Шияна стало мрачным. Он был в сфере нирваны и уровня его сил не хватало для обнаружения противника. Если бы он был в сфере небес, то смог бы легко отыскать парочку воинов этой же сферы, а если бы был в сфере духа, то спокойно бы догнал Цин Мина, Королеву Неба и Короля Земли. Однако он был лишь во втором небе сфере нирваны. Как только все воины сбежали, на месте битвы стояли лишь группа трупов рабов, два небесных трупа и Шиян. Убрав гравитационное поле, Шиян встал рядом с группой трупов и молча поглощал природную энергию. За несколько минут он убил около десятка воинов сферы нирваны с помощью гигантского меча. Их энергия уже была поглощена Шияном. Эта энергия была очень ценна для Шияна, так как она поможет его завершить мутацию. Шиян посмотрел вниз на свои ноги. Во время боя с королевским трупом, ноги Шияна превратились в два раздробленных куска мяса, однако бессмертный боевой дух мгновенно занялся этим и быстро исцелял их. Процесс восстановления мышцы сухожилий приносил ему сильную боль, но все же это происходило очень быстро. Бессмертный боевой дух заслуживает свое место боевого духа святого уровня. Чем сильнее рана, тем быстрее он будет ее восстанавливать. А небольшие ранения он исцелял практически мгновенно. Глядя на восстанавливающиеся ноги, Шиян усмехнулся и расслабился. В этот момент, гигантский меч в руке Шияна ярко вспыхнул красным светом и улетел в кровавое кольцо. Как только меч исчез, Шиян ощутил невероятную усталость. Ему было очень тяжело просто пошевелить руками. Это была отдача от второго этапа ярости. Внезапно лицо Шияна стало бледным. В его меридианах перерабатывался большой объем энергии убитых им сейчас воинов. Количество выделяемой негативной энергии во время переработки тоже будет довольно большим, а с такой усталостью он вряд ли сможет оставаться в сознании под ее действием. Шиян уже начал чувствовать, как жажда крови, ненависть и другие негативные эмоции заполняют его голову. Понимая, чем все это может обернуться, Шиян развернулся и стал уходить, чтобы найти место, где можно выпустить негативные эмоции. Возле короля трупов стояли два небесных трупа и смотрели на Шияна так, будто хотели ему что-то сказать. Шиян поглядел на них и нахмурился. Он хотел взять их с собой, но при этом побаивался. У него не было уверенности в том, что два небесных трупа будут его слушаться и не сделают с ним ничего, когда впадет в безумие. Небесные трупы пугающая сила, так как у них есть свой собственный интеллект. А когда они станут королевскими трупами, то у них появится и душа. Шиян убедился в этом, когда создал духовную связь с королевским трупом. Такую силу со своим разумом и душой очень сложно контролировать. Даже Цин Мин, тот кто несколько десятков лет изучал техники контроля трупов, просто сбежал, когда потерял контроль. Возможно Шиян попробовал бы их взять под свой контроль, но не сейчас. В данный момент ему было необходимо найти место, где он сможет выпустить весь негатив их тела. Попытаться контролировать трупы в данной ситуации очень опасное и непредсказуемое занятие. Он не хотел так рисковать, поэтому взвесив все плюсы и минусы, он принял решение. Вы свободны, можете делать все, что захотите. Я освобождаю вас и не хочу становиться вашим новым хозяином. Вам не нужно следовать за мной. Надеюсь мы еще встретимся и сможем побеседовать, как старые друзья. Шиян отправил это духовное сообщение королевскому трупу и небесным трупам, а затем активировал звездные крылья и улетел. Три трупа с сожалением смотрели в небо. Они хотели догнать Шияна, но все же не сделали этого. Глава 357. Слава королевский труп и два небесных трупа стояли на месте и смотрели на небо. Через несколько секунд глаза небесных трупов странно сверкнули, будто они обсуждали что-то. Королевский труп внезапно влетел в пещеру и промчался над гробами. Он снимал с трупов рабов, что находится в гробах, печати техники контроля трупов. Затем королевский труп поднял в воздух гробы и полетел с ними в западную часть острова. Два небесных трупа полетели следом за королевским трупом. Когда они оказались на западной части острова, то увидели стоящего в окружении гробов королевский труп. Перед ним лежали два открытых гроба. Два небесных трупа послушно подлетели к своим гробам и легли в них. Затем королевский труп лег в свой гроб и плотно запечатал крышки всех гробов. Более десятка гробов взлетели в воздух, нырнули в море и поплыли на запад с большой скоростью. Они плыли в сторону главного могильника секты трупа. На пути им встречались проплывающие мимо корабли воинов. Плывущие по морю гробы очень пугали воинов. Они не знали, что почему это происходит и решили держаться от гробов как можно дальше. В клане Гу на горе Тысячи Мечей. В данный момент пик горы Тысячи Мечей стал базой всех сил района Ханьлау. Гуша, Юцинь, глава клана Дунфань, Фаньджу, Цаожилан и Мангу собрались на пике горы. За последние дни гора Тысячи Мечей стала местом, куда слетались сильнейшие воины Бескрайнего моря. Для обсуждения плана борьбы против демонов, границы территории клана Гу естественно стали местом сражений людей и демонов. Обе стороны сражались яростно и за полмесяца в этих боях погибли множество воинов и демонов. В настоящее время, Гуша, Юцинь и Дунфань, Джу отмечали небольшую победу в этой войне. Несколько дней назад глава клана Цао, Цао Цудао и патриарх дворца воинственного духа, Ян Йитян, сообщили им, что направляют свои силы из района Тату и Небесного района в район Ханьлоу. Эта новость воодушевила всех. Многие знали насколько могущественны Цао Цудао и Ян Йитян. Весть о том, что такие сильные люди идут на помощь, сильно подняла мораль воинов. Резня, что устроили демоны, сильно разозлила две сильнейшие организации и они решили объединиться впервые за несколько десятилетий, чтобы дать отпор демонам. Демоны в это время снизили темпы своих атак. Может они узнали об этом и решили отступить или ожидали чего-то. За пределами острова бушевал небольшой шторм. Воины Бескрайнего моря, что собрались на острове, устроили праздник. На лицах каждого была улыбка, будто они уже видели свою победу. В этот момент мимо них пронеслись Цин Мин, королева неба и король земли с мрачными лицами. Цин Мин, вы прикончили этого мелкого ублюдка? Радостно спросил Гуша, сидя на огромном мече. Ранее ты отправил сообщение, что сможете сами убить его. Ну, с твоим королевским трупом и иллюзиями королевы неба, это должно быть было легко. Ю Цинь и Дун Фань Джу посмотрели на только что прибывшую троицу и удивились, увидев их выражение лиц. Ца Жилан сидела рядом с некоторыми воинами клана Ца. Чу Ян Цинь стояла за Ю Цинь. Как только они услышали голос, то сразу же повернулись и посмотрели на его источник. Как только Цин Мин, королева неба и король земли прибыли, все вокруг замолчали и внимательно смотрели на них. В воздухе возникло небольшое напряжение и все почувствовали, что тут что-то не так. Цин Мин, вы не смогли его убить? Гуша с удивлением уставился на них, даже если его сила почти равна сфере духа, она не принадлежит ему и при всем желании он бы не смог убежать от вас. Я знаю, что ты брал с собой королевский труп и долгое время держал его на том острове. Только одного королевского трупа будет достаточно, чтобы убить этого мелкого ублюдка. Что произошло? Как только Гуша упомянул королевский труп, королева неба и король земли вздрогнули, будто их проткнули мечом. В глазах Цин Мина вспыхнула боль, будто ему в рану втирали большую горсть соли. Он гневно посмотрел на Гуша. Гуша удивился еще сильнее и немного помявшись, спросил, что случилось. Королевский труп вышел из-под контроля Цин Мина. Нехотя сказал король земли, мы сами не понимаем, что произошло. Королевский труп и Ши Ян обменялись ударами, а затем труп развернулся и попытался убить Цин Мина. Нам пришлось сбежать. Сбежать? У всех воинов, что услышали это лица стали такими, будто они услышали самую бредовую фразу в мире. Ца Жи Лан вздрогнула и стиснула зубы. В ее глазах был страх и неверие. Чу Ян Цин со странным выражением лица уставилась на Цин Мина. Ее голова вообще отказывалась обрабатывать такую ошеломляющую информацию. Спустя пару десятков секунд абсолютного молчания, кто-то в толпе прошептал, пиздит. Многие с ним согласились, так как думали, что эти трое просто шутят. А королева неба, что с твоим телом? Внезапно спросила Ю Цинь, что с тобой случилось? Фань Сан Юнь была одета в плотную зеленую тунику. Ее большая упругая грудь, что соблазняла сотни мужчин, полностью отсутствовала. В том месте, где должны были быть огромные холмы, почему-то находилась сплошная равнина. Что с ними произошло? Куда исчезла огромная грудь королевы небес? Ради одного взгляда на которую сотни мужчин были готовы сражаться друг с другом. После слов Ю Цинь все уставились на грудь. Фань Сан Юни стали строить предположения. Очаровательное лицо Фань Сан Юни сказилось от гнева так, что все люди вокруг замерли от страха. Войны, что смотрели на ее грудь, почувствовали боль в глазах, а некоторые низкоуровневые воины схватились за головы и упав на землю, стали громко кричать. Королева неба, что ты творишь? Громко крикнул Дун Фань Джу, когда увидел, что некоторые его люди начали плеваться кровью. Его громкий крик, похожий на рев тысячи зверей, развеял иллюзию Фань Сан Юнь. Королева неба стиснула зубы и, закрыв глаза, пыталась унять свою ярость. Так, давайте успокоимся. Не хватало нам еще драться друг с другом. Почувствовав, как накаляется атмосфера, Ю Цинь быстро выбежала вперед. Она посмотрела на Цин Мина, короля земли и королеву неба, а затем спросила, что в конце концов случилось. Король земли покачал головой со странным выражением лица. Он посмотрел на Фань Сан Юнь, которая вот-вот взорвется от гнева и Цин Мина, что готов пустить в ход свое небесное пламя. Вздохнув, он сказал, это все последствия действий Шияна. Шиян все тихо произнесли это имя и почувствовали, как в их сердце заиграл страх. Как это возможно? Просто используя заимствованную силу, он не только не умер от нападения трех воинов сферы духа, но и сам нанес им сокрушительное поражение. Это не сон? Над всей горой тысячи мечей нависла тишина. Если бы в этот момент упала игла, ее звон эхом бы прокатился по территории горы. Это можете рассказать поподробнее? Спросил Гуша и увидев гневные взгляды Фань Сан Юнь и Цин Мина, тут же добавил, нам неизвестны все его трюки. Если вдруг мы встретим его, то не сможем убить ничего не зная о нем. Король земли посмотрел на Цин Мина и королеву неба, а затем с кривой улыбкой сказал, «Навыки этого парня самые странные из всех, что я только видел. Его меч невероятен. Он разрубал все, с чем сталкивался. Самое страшное то, что у него есть метод, снявший с королевского трупа контроль Цин Мина, а также не дающий попадать в иллюзии королевы небес. Из-за всего этого нам пришлось сбежать. Если вдруг вы наткнетесь на него, действуйте максимально осторожно. Этот пацан вне границ здравого смысла. Лица всех воинов тут же изменились, как только они услышали слова короля земли. «Если мы не убьем его, то в будущем он станет для нас похуже демонов», сказала Фань Сан Юнь сквозь зубы. Цин Мин кивнул и холодно сказал, «Нам нужно отложить войну с демонами на некоторое время. Нужно уничтожить эту тварь как можно скорее. Если он сбежит из бескрайнего моря, то в будущем вернется за нашими головами. Тогда его уже никто не остановит, даже Ца Цу Да и Ян Йитян. Сейчас он еще страшнее, чем Ян Цинь Ди, согласна», сказала Фань Сан Юнь. Угу кивнул король земли. Окружающие люди застыли от шока. Спустя долгое время Гуша, Ю Цинь и Дун Фань Джу обменялись взглядами и увидели в глазах друг друга страх. Глава 358. Странный клиент архипелаг облачного ветра. Этот архипелаг располагался между районом Хань Лау и Черным районом. После приказа секты трех богов, клана Гу и клана Дун Фань, архипелаг стал базой для мигрантов. Природная энергия на архипелаге была очень скудной и не подходила для культивирования, однако воинов на архипелаге было очень много. Так как в районе Хань Лау идут бои с демонами, воины используют архипелаг как место отдыха перед битвой, а простые смертные бегут на него в надежде спастись от войны. Архипелаг был буквально заполнен людьми. Около миллиона человек заставили все горы и равнины архипелага небольшими домиками или палатками, однако большинство людей это не слишком заботило. Они прибыли на архипелаг лишь на несколько дней и скоро покинут его. На центральном острове архипелага находился небольшой рынок, где продавались предметы первой необходимости, пшеницу, рис, прочие зерновые и питьевая вода. Также на рынке был бордель под названием Павильон весеннего ветра. Дела у борделя в последнее время были не очень, так как людей бегущих от войны не очень тянет на развлечения. Но два дня назад в Павильон весеннего ветра прибыл богатый воин. Он снял всех женщин в борделе и щедро заплатил за это. И вот он уже вторые сутки напролет придается утехам без перерыва. Хозяйка Павильона весеннего ветра чуть ли не прыгала от счастья. Когда в ее руку упала тяжелая сумка с монетами, она тут же принялась обслуживать клиента на высшем уровне и делала все возможное, чтобы удовлетворить его вкусы. Многие женщины с разной внешностью постоянно входили и выходили из номера того гостя. Женщины выходили из номера с полным удовлетворением на лице, но при этом слегка ковыляли. В данный момент возле комнаты богатого гостя стояла хозяйка борделя и периодически заглядывала внутрь. Через несколько минут из комнаты вышла стройная и красивая девушка, лет 20. Она шла пошатываясь и пройдя всего несколько метров крепко схватилась за колонну и начала громко дышать. Сиатахуа, ну как, он еще может продолжать? Спросила хозяйка и помогла девушке встать. Девушка с красным лицом кивнула и устало пролепетала, он не человек. Ну, раз он столько заплатил, то должно быть уверен в своих силах. Хихикнула хозяйка и помогла девушке дойти до своей комнаты. По дороге она бросила взгляд на пять комнат, в которых уже спят измученные клиентом девушки и сказала, нам не хватает девушек. Надо сказать, Хунын, чтобы отправил нам нескольких. Если так продолжится, то уже к ночи следующего дня никто из наших даже пошевелиться не сможет. Старшая сестра Юнь, кто этот парень? Спросила Сиатахуа сидя на кровати, он уже два дня объезжает меня и сестер и ни капли не устал. Еще пару таких заходов и я не смогу стоять. Старшая сестра, позовите завтра кого-нибудь на помощь. Нам срочно нужен отдых. Сказав это, она немного помолчала, а затем хихикнула. Хозяйка борделя вздохнула, а затем мягко сказала, если Хунын приведет завтра людей, то я не буду вас беспокоить. Однако если они не придут, то вам придется работать. Мы не должны заставлять его ждать, так как он может уничтожить павильон. У Сиатахуа заблестели глаза и затем сказала, этот парень вызывает и любовь и ненависть одновременно. Хаймым, если он положит на меня глаз, то я уйду с ним. Ну, хозяйка ухмыльнулась. Я уверена, что с такой выносливостью он уже через месяц затрахает тебя до смерти. В прямом смысле этого слова. Так что лучше даже не думай об этом. Девушка с шоком посмотрела на хозяйку, а потом легла спать с грустной улыбкой. Покинув комнату, хозяйка принялась помогать другим девушкам дойти до своих комнат. Ночью в павильон весеннего ветра прибыли семь девушек из других борделей специально для обслуживания одного клиента. Круглые сутки из одной комнаты в павильоны раздавались страстные стоны и рев, напоминающий крики демонов. Прошел еще день и в комнате наконец-то утихли стоны. Никого больше ко мне не пускать. Любой вошедший будет убит. Донесся мужской голос из комнаты. Последняя девушка вышла из комнаты. Сделав пару шагов, она упала в обморок от изнеможения. Спустя три дня, три дня подряд гость оставался в своей комнате и ничего не требовал. Он не просил привезти к нему девушек, не требовали ни еды ни напитков, а просто находился в своей комнате. Хозяйка павильона слегка забеспокоилась, но не смела даже заглядывать в комнату. Спустя три дня все девушки борделя полостью отдохнули. Они сильно удивились, когда обнаружили, что их кожа стала мягкой, шелковистой и белоснежной. У некоторых 30-летних женщин пропали морщины. Несколько хрупких девушек даже вдруг стали сильнее. Все девушки собрались и начали обсуждать это. Они чувствовали себя помолодевшими на несколько лет и стали сильнее. Когда они узнали, что это произошло со всеми, кто спал с тем гостем, то сильно удивились. Теперь они были ему сильно благодарны и уже не сердились за то, что он мучил их несколько дней подряд. Все девушки собрались перед комнатой гостя и стали ждать гостя в надежде, что они ему еще понадобятся. Узнав, что с ее девушками произошли такие изменения, хозяйка борделя сильно удивилась. Впервые за много лет она снова захотела взяться за личное обслуживание клиента. Прождав еще один день и не услышав из комнаты ни звука, она не выдержала и слегка открыв дверь, заглянула внутрь. В комнате никого не было, а на столе валялась большая сумка с монетами. Хозяйка сильно удивилась и расстроилась. Взяв сумку, она вышла из комнаты и рассказала об увиденном девушкам. Девушек сильно возмутил тайных уход клиента и они про себя назвали его бессердечным. На небольшой лодке крепкий молодой парень сидел в трехметровой деревянной лодке и холодно смотрел вперед. На лодке не было ни паруса, ни весел, однако она плыла невероятно быстро. Парнем сидящим в лодке был Шильян. Во время битвы с тремя воинами сферы духа несколько дней назад он убил более десятка высокоуровневых воинов и полностью впитал их глубокой ци. Количество впитанного глубокого ци было невообразимо. В этот раз таинственный боевой дух более яростно и свирепее проводил переработку энергии. С большим нежеланием Шильяну пришлось прийти в павильон весеннего ветра. Там он в течение пяти дней сбрасывал негативные эмоции с помощью девушек, а также следил за мутацией. И сейчас в его тел более шести миллиардов мышечных волокон завершили мутацию. После того, как мутация закончилась, он наконец-то почувствовал равновесие и комфорт в теле. Раньше, когда мутация еще не была завершена, он испытывал постоянное головокружение. Его двум ногам приходилось держать чудовищный весь тела. Они даже ломались при каждом неправильном шаге. После того, как мутация завершилась, он обнаружил, что его тело стало весить десятки тысяч тонн. Также он чувствовал, что в каждом мышечном волокне и акупунктурной точке его тела содержится взрывная сила. Других аномальных ощущений не было. Пусть он еще не мог использовать глубокое ЦИ, но по ощущениям мог спокойно убить воина второго небосферы нирваны чистой физической силой. Боевой дух окаменения тоже серьезно изменился. Теперь, когда Шильян активировал боевой дух окаменения, кожа на всем его теле приобретала фиолетовый оттенок, а из всех мышц в теле вырывалась невероятная сила. И это была его сила, а не позаимствованная. После завершения мутации рисунок инь-янь в животе Шильяна распался, что слегка огорчило его. Ледяное пламя, суть пламени и дух святого бога были возвращены в кровавое кольцо. Они впали в спячку сразу, так как находились в состоянии полного истощения, так что Шильяну не удалось поговорить с ними. Он чувствовал себя немного виноватым, что так эксплуатировал их. Подумав немного, он решил, что что-то сделает для них, когда достигнет определенного уровня силы. Направляя лодку с помощью звездной энергии, он плыл в черный район, чтобы спросить, где находятся люди кланася. Через некоторое время Шильян достиг одного острова. Вскочив с лодки, он полетел к острову. Глава 359. Передай ей, что я жив в горах на острове. Шильян блуждал по горному лесу. Он проносился по лесу, делая огромные дуги. Он решил попробовать совместить молниеносное движение и вспышку звезд. Два навыка оказались совместимы. Сочетание этих навыков увеличивало скорость Шильяна и делало траекторию движения более непредсказуемой. Молниеносное движение создавало взрыв глубокого ци в ногах и этим ускоряло скорость движения по прямой. Синхронизировав вспышку звезд с молниеносным движением, ему удалось изменить направление перемещения. Вспышка звезд обладала удивительным эффектом. Она позволяла мгновенно переместиться на небольшое расстояние и со стороны это выглядело как телепортация. Использовать такой навык лишь в качестве средства передвижения было бы невероятным расточительством. Объединив молниеносное движение и вспышку звезд, Шильян обнаружил, что также значительно уменьшает затраты энергии. Использовав небольшое количество глубокого ци, он переходил на звездную энергию, с помощью которой не только менял траекторию движения, но и при этом ускорялся. Такое сочетание могло значительно помочь ему в бою против одного или даже нескольких врагов. Новость о том, что Шильяна ищут все силы Бескрайнего моря быстро распространилась повсюду. Чуть ли не каждый воин знал об этом. Сам Шильян услышал это во время поисков людей из клана Ся. После того, как три формы жизни разделились, он больше не мог конкурировать с воинами сферы духа. В такой ситуации он принял решение уйти из района Ханьлау и найти Ся Синьян. Теперь, когда мутация завершилась, он не видел смысла оставаться там и рисковать. По пути он действовал максимально осторожно. Как только он замечал воинов выше своей сферы, то тут же убегал от них подальше, не раскрывая себя. По лесу он передвигался словно призрак и вскоре вошел в его глубь. Пышные кроны деревьев раскидывались на довольно большой высоте. Хоть природная энергия была здесь скудной, но растительность хорошо росла. Однако животным такая природная энергия почти не приносила никакой пользы и в лесу бегали одни лишь низкоуровневые звери. Проносясь по лесу, Шильян внезапно остановился. Он внимательно посмотрел на человека, что сидел от него. Внезапно человек встал и стал оглядываться, кто здесь, сказал Джоу Ю и сконцентрировал глубокое цифь в своих ладонях. Шухр-шурх. Шильян вышел из кустарника. Он посмотрел на воина сферы небес перед собой, одетого в одежду с нашивкой клана Ся и спросил, «Ты член клана Ся?» «Ты уже сам об этом догадался, так почему, спрашиваешь?» Джоу Ю фыркнул и выстрелил из рук фиолетовым дымом в сторону Шильяна. Фиолетовый дым окружил Шильяна и внутри дыма стали появляться зеленые точки, что сковывали окутанного им человека. Выражение лица Шильяна слегка изменилось. Он активировал боевой дух окаменения и его кожа мгновенно приобрела фиолетовый цвет и в следующее мгновение разорвал дым. Джоу Ю с сильным удивлением посмотрел на Шильяна. Какой-то воин в сфере нирваны смог сломать его связывающую сеть. Более того, он буквально разорвал ее чистой силой. Этот факт заставил Джоу Ю более серьезно отнестись к Шильяну. Теперь он не смотрел на него с презрением и собирался использовать все свои силы. «Я Шильян». Увидев, что Джоу Ю собирается атаковать, Шильян произнес свое имя с торжественным лицом. Джоу Ю тут же прекратил свою подготовку к нападению и с небольшой радостью спросил, «Вы молодой господин Ян?» Шильян кивнул и внимательно наблюдал за реакцией Джоу Ю, убедившись, что Джоу Ю не имеет против него никаких дурных намерений. Он подошел к нему и сказал, «Я хочу встретиться с твоей госпожой. Я не знаю, где она». Джоу Ю покачал головой. «Несколько дней назад, когда мы были на пути к острову Снежного Дракона, мы получили известие о том, что она прибыла в район Хань-Лау. Мы сразу уже вернулись туда, но так и не нашли ее. Сейчас мы не знаем, где она находится». Выражение лица Шильяна стало мрачным. «Молодой господин Ян?» Слухи о том, что Патриарх Ся неужели это правда? Джоу Ю с горечью посмотрел на Шильяна. Слухи о том, что Чи Ян убил Сяшен Чуэня быстро распространились по Бескрайнему морю. Джоу Ю не хотел верить в эти слухи и надеялся, что это всего лишь еще одна попытка кланов Гуи Дунфань поглотить клан Ся. Видя перед собой Шильяна, Джоу Ю не выдержал и спросил, в надежде развеять свои сомнения. «Это правда». Холодно сказал Шильян, Чи Ян уничтожил его душу прямо на моих глазах. В глазах Джоу Ю появилась сильная боль. Он стиснул зубы и ничего не произнес. «А что вы тут делаете вообще?» Спросил Шильян спустя несколько секунд молчания. Клан Ся распался на две части сразу, как только пошли слухи о смерти Патриарха. Одни под предводительством Ся Жу и Синя решили подчиниться святой секте и волшебной стране чудес из Черного района. Я и остальные остались верны нашей госпоже и разбрелись по мирным районам для ее поисков. Однако мы до сих пор не нашли ее и это нас сильно беспокоит», сказал Джоу Ю. «С вашей госпожой ничего не случилось. Возможно она сама вас найдет в ближайшее время». Подумав немного, Шильян продолжил, «Не говори никому, что я был здесь. В настоящее время за мной охотятся все силы Бескрайнего моря. Вам нужно быть как можно осторожнее. Если встретите Ся Синьян, то передайте ей, что я все еще жив». Молодой господин Ян. Джоу Ю хотел что-то сказать, но его перебил Шильян. «Ладно, я пошел. Думаю клану Ся недолго придется прятаться. Думаю вы в скором времени вернете свою прежнюю славу». Шильян решил не упоминать о Ся Цинхо, чтобы не давать Джоу Ю ложных надежд. «Если таблетка духовной жилы не исцелит Ся Цинхо, то это только подтолкнет его в пучину отчаяния». Закончив говорить, Шильян развернулся и махнув рукой, стал уходить. Джоу Ю со странным выражением лица смотрел в спину удаляющегося Шильяна. Хоть он впервые его встретил, но по какой-то причине чувствовал, что Шильян действительно был потомком Ян Циньди. Джоу Ю, кто это был? Внезапно из-за деревьев вышел Ся Шин Мау. Это был прихвостень Ся Жу и Синя. Снова пытались убедить присоединиться к священной секте или волшебной стране чудес. У них совсем не осталось гордости. Еще несколько лет назад священная секта и волшебная страна чудес находились на ступеньку ниже клана Ся. А теперь Ся Жу и Синь радостно бежит под их крыло. Что за бесстыдство? Если бы старший брат узнал об этом, то сошел бы с ума от ярости. Патриарх мертв. Печальным голосом произнес Джоу Ю, тот парень только что подтвердил это. Чи Ян уничтожил душу патриарха. Ся Шин Мау вздрогнул так, будто в него ударила молния. Он вяло сделал шаг назад и оперевшись о дерево стал бормотать. Невозможно, невозможно. Это неправда. Тем парнем, что только что ушел, был Шильян. Джоу Ю вздохнул. Он достаточно сильный воин клана Ян. Достигнув сферы нирваны в его теле уже есть такая ужасающая сила. Похоже, слухи верны. Сказал это другой член клана Ся и выйдя из-за дерева и продолжил. Недавно мы получили сообщение от нашего информатора, что Шильян в одиночку убил более сотни воинов в районе Хань-Лау. Это были воины разных сил Бескрайнего моря и даже демоны. Самое невероятное в том сообщении было то, что он не только смог отрубить руку Ма Цзэ, но и заставил патриарха секты трупа и двух глав страны чудес Иньянь спасаться бегством. Что одновременно вскрикнули Сяшин Мау и Джоу Ю. В их глазах появилась небольшая радость и страх. В море на лодке Шильян с холодным выражением лица управлял лодкой и держал курс на восток. Плывя по морю, он впитывал в огромных количествах звездную энергию и также ориентировался по звездам, которые даже не видел, но четко ощущал их местоположение. Невидимая для других людей звездная энергия проникала в сердце Шильяна и становилась силой для боевого духа звезд. Вторжение демонов на остров Солнце буквально выжгло на его духе одно правило. Только сильнейшие могут жить счастливо. Только тот, кто стоит над всеми может делать то, что хочет. Шильян не хотел, чтобы его близкие снова погибли у него на глазах. Смерть и Сяоханьи, Линда и Сяшин Чуэня разожгли в его сердце такую жажду силы, которую он никогда раньше не испытывал. Покинув остров Солнца он решил для себя, что сделает все возможное, чтобы заполучить абсолютную силу. Убийства демонов и воинов Бескрайнего моря били лишь ступенькой на пути к этой силе. Каждый день, каждую ночь, каждый час, каждую минуту Шильян находился в раздумьях. Он постоянно обдумывал все боевые навыки и техники, что знаем и пытался понять, как лучше их использовать, чтобы достигнуть максимальной эффективности в бою. Он не расслаблялся ни на секунду. Он встал полностью одержим мыслями об абсолютной силе. Глава 360. Сеть большой медведицы спустя сутки. Шильян все еще плыл в лодке и медитируя целый день, увлеченно наблюдал за звездами в небе. Во дворце секты трех богов он искупался в Звездном озере, тем самым сняв с боевого духа звезд печать. Теперь он мог управлять звездной энергией и преображать ее в три навыка. Вспышка звезд, звездный щит и звездные крылья. Вспышка звезд был навыком, увеличивающий скорость движения. Звездный щит – это навык защиты, а звездные крылья были навыком полета. Помимо этого была еще манипуляция звездами, навык помогающий придавать звездной энергии любую форму и использовать ее для атаки. Шильян предположил, что полностью освоил вспышку звезд и звездный щит, поскольку уже мог сочетать их как вместе, так и с другими навыками. Что касается манипуляции звездами, то это чрезвычайно сложный навык, требующий глубокого понимания работы звезд и всего мира, всего мира в целом. Шильян приложил все усилия в его изучение. Чем больше он думал о манипуляции звезд, тем более невероятным он казался ему. Шильян чувствовал, что возможности этого навыка безграничны. Ему казалось, что вся истина боевого духа звезд содержится именно в манипуляции звездами. Он подумал, что как только освоит манипуляцию звездами, то раскроет всю силу боевого духа звезд и это вознесет его на новый уровень силы. С наступлением ночи, звезды в небе ярко замерцали, словно были драгоценными камнями на черном бархате. В стародавние времена, когда материк Грейс еще только формировался, звезды на небе уже существовали. Все эти звезды даже старше этого мира. Бесконечное количество тайн сокрыто в огромном море звезд. Чем дольше Шильян наблюдал за звездами, тем сильнее ощущал себя ничтожной букашкой. У него было ощущение, что как только он поймет тайны звезд, то сможет выбраться за пределы этого мира и начать свое завоевание галактики. Его разум постепенно вошел в состояние абсолютного спокойствия. Шильян продолжал наблюдать за звездами и чувствовал связь между его сердцем и бесконечным морем звезд высоко над головой. Эта связь была очень тонкой. Шильян несколько раз попытался пропустить через эту связь струну духовной энергии прямо в звезды. Однако каждый раз, когда духовная энергия достигала вершины облаков и собиралась покинуть пределы мира, его сознание тут же слабло и вся выпущенная духовная энергия тут же возвращалась в тело. Казалось, над облаками была какая-то стена, что не пропускала духовную энергию. Каждая попытка пробиться через эту стену заканчивалась полным провалом. Но Шильян не сдавался и продолжал поднимать духовную энергию вверх, в надежде пробить эту стену. Спустя тысячи попыток ничего не изменилось и результат оставался прежним. Подумав немного, Шильян пришел к выводу, что ему нужно стать сильнее, чтобы преодолеть эту стену. Только достигнув определенной сферы, его духовная энергия сможет повлиять на стену. Попробовав еще пару раз пробиться, Шильян окончательно удостоверился в том, что только сделав духовную энергию сильнее и достигнув более высокой сферы, он сделает в стене дыру и сможет постичь тайны звезд. Хоть Шильян и столкнулся с неудачей, но это не значит, что он ничего из этого не извлек. После многочисленных попыток его контроль духовной энергии стал намного лучше. Также радиус распространения духовной энергии увеличился, а методы ее использования стали более гибкими. Раньше, когда он высвобождал духовную энергию, то мог видеть все в радиусе пары сотен километров. Теперь после такой тренировки радиус его духовного зрения увеличился до пары тысяч километров. За исключением воинов более высокой сферы, что скрыли свое присутствие, ничто не могло скрыться от него, ни животное, ни человек. Шильян прекратил свои попытки пробиться к звездам, но все еще был сконцентрирован на связи с ними. Когда наступил день, он немного отдохнул и проверил, есть ли изменения в боевом духе звезд. С наступлением ночи он вновь сконцентрировался на звездах. Наблюдая за звездами и поглощая их энергию боевым духом звезд, Шильян старался постичь некоторые тайны звезд и лучше понять манипуляцию звездами. Внимательно наблюдая за движущимися звездами в небе, Шильян заметил, что траектория движения некоторых звезд совпадает и двигаясь вместе они образуют созвездия. Когда он заметил это, то он тут же осознал, что каждое созвездие обладает каким-то своим уникальным свойством. Теперь Шильян больше не наблюдал за всем небом, вместо этого полностью сосредоточился только на одном созвездии. Быстро пройдясь по небу, он нашел самое ближайшее созвездие – Большая Медведица. Сосредоточив свой разум на созвездии Большой Медведицы, Шильян стал наблюдать за ее мерцающими звездами. Спустя несколько дней, Шильян несколько ночей наблюдал за Большой Медведицей. Внезапно созвездие, которое в его глазах было размером с зерно, стало постепенно увеличиваться. Казалось, расстояние между ним и Большой Медведицей сокращалось. Мерцающие звезды Большой Медведицы появились в глазах Шильяна. В его сердце тоже появились семь звезд, которые в точности повторяли форму Большой Медведицы. Созвездие в глазах Шильяна начало сиять все ярче и ярче. Спустя некоторое время, свет Большой Медведицы в его глазах затмил все остальные звезды. Семь звезд небольшого созвездия внезапно превратились в семя ослепительных гор. В глазах Шильяна появились семь гигантских сияющих гор, между которыми почти не было свободного пространства. Внезапно боевой дух в сердце Шильяна ярко вспыхнул. Семь потоков энергии Большой Медведицы пронзили ночную тьму и создали связь с Шильяном. Сознание Шильяна яростно затряслось, а его тело вспыхнуло ярким светом. В этот момент его духовная энергия внезапно вылетела из тела и полетела вверх. Шильян чувствовал, как духовная энергия покинула пределы этого мира и соприкоснулась с созвездием Большой Медведицы. Он молча и неподвижно пребывал в этом состоянии неизвестное количество времени. Тем не менее Шильян все еще мог смутно ощущать смену дня и ночи. Даже днем он ясно чувствовал Большую Медведицу и связь с ней. Ему начало казаться, что он был связан с этим созвездием сотни тысяч лет. Главенствующий дух Шильян вылетел из тела. Он поднял голову и вытянув руку к небу чувствовал, будто созвездие Большой Медведицы легло в его ладонь. В таком состоянии, когда он не мог шелохнуться и не моргая глядел на небо, Шильян провел половину месяца. За эти полмесяца Шильян глубже познал мироздание. В это время глубокое цен начало вытекать из его тела и медленно двигало лодку на восток. Спустя полмесяца, поздней ночью, Шильян по-прежнему неотрывно глядел на небо. Звезды в его глазах сияли все ярче, а сердце билось все быстрее. Семь потоков света, что можно было увидеть невооруженным взглядом, падали с неба прямо в голову Шильяна. Семь потоков звездной энергии непрерывно проникали в тело Шильяна. Внезапно звезды Большой Медведицы закружились и с неба начали падать метеориты. В глазах и сердце Шильяна тут же произошла вспышка света. Шильян резко ожил. Он сразу же обнаружил странность. В то место, куда он смотрит, летят эти метеориты. Шильян посмотрел на рифовый остров с небольшой горой, что был на приличном расстоянии. Как только он сконцентрировал взгляд на этом острове, семь метеоритов в небе внезапно вспыхнули и с невероятной скоростью полетели к этому острову. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Семь метеоритов почти одновременно врезались в остров и вызвали этим сильное землетрясение. Звездный свет, что извергали упавшие метеориты, сжег остатки рифового острова и окончательно стер его существование из этого мира. В тот момент, когда метеориты упали, глаза Шильяна стали принимать прежний облик. Семь ярких звезд в глазах постепенно угасали, но в глубине глаз появилось море звезд. Так как с помощью Большой Медведицы я получил более глубокое понимание манипуляции звездами, то назову это Сетью Большой Медведицы. Пробормотал Шильян и довольно улыбнулся. Глава 361. Сильнейшие воины поздней ночью на горе Тысячи Мечей. Гаша, Юцинь, Дунфаньчжу, Цинмин, Королева Неба и Король Земли сидели на вершине горы и ожидали кого-то. Вскоре с запада прилетел бог солнца Тян Юаньнан верхом на пламенном единороге. Он холодно посмотрел на шестерых воинов перед ним и сказал, «Зачем вы позвали меня сюда?» Сказав это, он выпустил из своего тела солнечную энергию. Шесть людей открыли глаза и посмотрели на Тян Юаньнана. «Выдай нам Шияна», сказал Гуша и посмотрел на Тян Юаньнан острым как меч взглядом. Выражение лица Тян Юаньнана слегка изменилось. Он холодно обвел взглядом людей перед собой и спросил, «Вы все этого хотите?» Шесть человек одновременно кивнули, смотря на него недружелюбным взглядом. «А у меня его нет». Тян Юаньнан холодно улыбнулся, «Если вы ищите его, то с чего решили спрашивать у меня?» «Думаете секта трех богов мальчики на побегушках для вас, патриарх Тян?» Цин Мин вскрикнул с мрачным лицом. В его глазах пылал зеленый огонь. После битвы этого мелкого ублюдка с Ма Цы Цзе ты был тем, кто забрал его. Хоть он уже не с тобой, но наверняка у тебя способ связаться с ним. Королева Неба усмехнулась. Все это время мы искали его в районе Ханьлау и даже проверили район Кяра, но так и не смогли отыскать. Пусть бескрайнее море большое, но мы использовали наши силы воинов сферы духа, но так и не смогли найти ни следа его присутствия. «Если ты его не спрятал, то кто же еще?» Как я уже сказал, у меня его нет. Тян Юаньнан продолжал холодно улыбаться. Трое из вас объединились, чтобы убить его, но в итоге позорно бежали. И теперь вы говорите, что использовали все свои силы, чтобы найти его. Хоть я и не знаю всех его секретов, но могу с уверенностью сказать, что он с легкостью может спрятаться от вашего духовного зондирования. И вот теперь вы спрашиваете у меня где он, когда сами ничего не добились. Вы понимаете, насколько это смешно? Патриарх Тян Юцинь улыбнулась. Мы не только использовали духовное зондирование, но и секретные навыки поиска души, а также сокровища волшебной страны чудес. Ни в районе Ханьлау, ни в районе Кяра мы не смогли найти ни следа. Даже если бы этот пацан был в сфере духа, то он не смог бы спрятаться от нас. Только если секта трех богов не помогла ему и не укрыла в одной из своих скрывающих формаций. Если он не у вас, то где еще? Не трать на него больше времени, сказал Цин Мин и с горящим и зеленым огнем глазами встал. Если мы объединимся, то легко уничтожим секту трех богов. Когда демоны вторглись в бескрайнее море, секта трех богов не объединилась с нами и не помогала нам. Видимо у них есть злые намерения. Этот ублюдок становится сильнее с каждым днем. Как только он станет достаточно сильным, то никто из нас не выживет. Верно. Королева неба кивнула. Вместо того, чтобы опасаться потенциального противника, мы должны просто уничтожить его. Взгляды остальных резко изменились. Они уже собирались напасть на Тян Юань Нана. В этот момент луна в небе ярко вспыхнула и на ее фоне появилась девушка. Девушка вытянула руки вперед и выстрелила с густком света, похожим на луну. Мини-луна мгновенно пролетела огромное расстояние и врезалась в гору рядом с горой тысячи мечей. Бум-бум-бум. Луна мгновенно раздробила пятикилометровую гору на мелкие камни. Девушка, похожая на богиню, просто выстрелила из рук пучком света, который без какого-либо труда уничтожил целую гору. Шесть воинов сферы духа внезапно ощутили сильное давление от этой девушки. Лунный свет стал окутывать девушку, одновременно показывая ее очарование и ужасающую силу. Гуша, Юцине и остальные с побледневшими лицами смотрели на девушку. Вы хотите уничтожить мою секту трех богов? Можем это мне стоит уничтожить вас? Холодно сказала девушка в небе. Его голос был очень приятен, но при этом наводил ужас на всех, кто его услышал. Шесть воинов не могли вымолвить ни слова. Шияна нет в секте трех богов. Если же вы хотите войны, то мы дадим ее вам. Девушка обвела шестерых воинов холодным взглядом. Угроза демонов еще не решилась, а вы уже захотели уничтожить секту трех богов. Неужто вы возомнили себя теми, кто может спасти Бескрайнее море? Это смешно. Закончив говорить, девушка вспыхнула ярким светом и исчезла. Тян Юяннан усмехнулся и посмотрел на воинов перед собой. Сказал, позвольте представить лунная богиня Ауин Лаушань. Она только недавно вошла в сферу духа, но до этого в течение тысячи лет впитывала лунную энергию. В Бескрайнем море кроме Ца Цу Дае Ян и Тян никто не сможет с ней тягаться. Если не верите, то можете попробовать. Закончив говорить, Тян Юяннан слегка хлопнул пламенного единорога по спине. Пламенный единорог вспыхнул огнем и мгновенно исчез. Шесть воинов сферы духа молча посмотрели друг на друга, а затем на разрушенную гору с мрачными выражениями лиц. В четвертой демонической области из белых костяных столбов постоянно вылетали потоки энергии и атаковали Ян Циньди. Ян Циньди сидел на костяном алтаре, в окружении этих столбов. По всему его телу отсутствовала кожа. Кости и сухожилия выпирали из разорванных мышц. Сейчас он выглядел лишь как сгусток мяса, костей и крови. Радом со столбами стоял костяной аватар. В этот момент глаза костяного аватара ярко вспыхнули и наклонившись, он сказал, Ян Циньди, не хочешь прекратить эти пытки? Глаза Ян Циньди без век зашевелились. Хоть он сам находился в ужасном состоянии, но в его глазах все еще ярко горело пламя жизни. Он спокойно посмотрел на костяного аватара и сказал, не трать мое время. Костяной аватар Бусюна холодно улыбнулся, это твой последний шанс. Мост душ будет завершен через несколько дней. А спустя три дня после этого, настоящее тело Чияна будет отправлено в бескрайнее море. Через 15 дней темные жители вместе с королями войдут туда. Спустя пару дней бескрайнее море станет морем крови и раем для демонов и темных жителей. В глазах Ян Циньди мелькнул испуг. Он хотел что-то сказать, но не смог. Ян Циньди, а твои трюки довольно хороши. Я даже не знаю, что ты использовал, чтобы помочь клану Ян скрыться в четвертой демонической области. Я искал везде, где только мог, но никого из них не нашел. Я бы уже давно их отыскал, но ты что-то сделал, что препятствует моему духовному поиску. Костяной аватар фыркнул. В течение тысячи лет люди клана Ян входили и выходили из четвертой демонической области. Большую часть своей молодости я провел здесь, а не в бескрайнем море. Я знаю четвертую демоническую область даже лучше тебя. Может ты и местный король, но ни хрена не знаешь свои владения. Ян Циньди сделал подобие гордой улыбки. Даже если я умру, моих людей ты не найдешь, пока они будут четко следовать моим инструкциям. Районы, которые ты обследовал, всего лишь приманка, чтобы твои войска понесли некоторые потери. Гневный огонек загорелся в глазах костяного аватара. Верно. Мы решили, что нашли убежище клана Ян, но это оказалась ловушка. Многие из моих людей погибли, но и в этом есть свой плюс. Их тела послужили материалом для моста душ. Пусть я и не смог убить членов твоего клана, но ты вроде как своими руками ускорил строительство моста душ. Выражение лица Ян Циньди тут же изменилось. А у тебя замечательный правнук. Этот мелкий поганец вызвал много неприятностей в Бескрайнем море. Он даже умудрился отрезать Мацитзе руку. Я даже представить не могу, как этот малец Феры Земли умудрился такой провернуть. Тем более у Мацитзе тогда была с собой безграничная сабля. Бусюн усмехнулся и продолжил. Ну, бегать ему осталось недолго. Когда мое тело войдет в Бескрайнее море, я лично займусь его поисками и уничтожу его душу. Он отрезал руку Мацитзе. Ян Циньди ошарашенно посмотрел на костяного аватара, а затем рассмеялся во весь голос. Я все же не зря потратил бессмертную кровь. Он действительно будущая звезда клана Ян. Я знал, что в нем есть что-то особенное, но никогда даже не думал, что он выкинет подобное. Ахахаха, блестяще. Как же я недооценил его. Этот пацан копия тебя, создает себе врагов где только может. Помимо нас, его также ищут все силы Бескрайнего моря. Я, кстати, слышал, что он тяжело ранил Королеву Неба и заставил ее вместе с Циньмином и Королем Земли спасаться бегством. Он прямо ты в молодости, также враждует со всеми подряд. Костяной аватар вздохнул. К сожалению, люди с таким характером редко доживают до твоего возраста. Сам понимаешь, что бывает с теми, кто не уважает сильных воинов и тех, у кого большой потенциал. Ян Циньди с легкой печалью кивнул. Да, я хорошо это знаю. Ну, буду надеяться на то, что ему будет сопутствовать удача. Если он сможет пережить все это, то его будущие достижения в несколько раз превзойдут мои. Хе-хе-хе. Циньмин, Королева Неба и Король Земли раньше убегали в ужасе, как только слышали мои шаги. Как же я хочу увидеть их смерть от рук Шияна. Ахаха, жду не дождусь, когда этот день наступит. Как высокомерно. Босюн фыркнул. Ну сиди и жди. Думаю, максимум за полгода я принесу тебе его голову. Как только Костяной аватар закончил говорить, пламя в его глазах потухло и он замер. Ян Циньди долго сидел не шелохнувшись, а потом слабо улыбнулся и пробормотал. Молодец, подожди еще немного, парень и мы скоро увидимся. Неужто они думают, что я буду сидеть тут вечно? Глава 362. Чужая Земля Шиян сидел в лодке несколько дней и обдумывал суть сети Большой Медведицы. Он использовал боевой дух звезд, чтобы соединиться с семью звездами Большой Медведицы, а затем используя их силу, создавал сеть Большой Медведицы. Постепенно он стал лучше понимать сеть Большой Медведицы. Теперь ему нужно около трех минут, чтобы создать семь метеоритов из сети Большой Медведицы. Когда он создавал метеориты, между ними возникала духовная связь, которая помогала Шияну полностью контролировать метеориты и атаковать любую цель, которую захочет. Как только метеориты сталкивались с чем-то, они высвобождали невероятную мощь, которая могла нанести серьезные увечья воину сферы небес. Пусть эта сила не такая, как у слияния трех форм жизни, но Шияна это не сильно расстраивало, так как Вана хотя бы не пропадет со временем. Но самым главным было то, что он ощущал, что это не вся сила сети Большой Медведицы. У Шияна было предчувствие, что как только он познает некоторые тайны звезд, то мощь сети Большой Медведицы возрастет. И вот однажды лодка, на которой он сидел, заплыла в какую-то темную область. Странное ощущение заставило его оторваться от размышлений. Подняв голову, Шиян посмотрел на серый туман, который казался ему странным. Он тут же выпустил духовную энергию, чтобы осмотреться вокруг. Как только духовная энергия покинула Духовное море, Шиян почувствовал, будто она попала в грязь. Духовная энергия просто не могла показать ему окружающее пространство. Этот странный туман блокировал духовное зондирование любого воина, вошедшего в эту зону. Шиян нахмурился и слегка задумался. Вдруг он ощутил, что связь его боевого духа звезд со звездами в небе была отрезана. Он больше не ощущал звезд в небе и не мог использовать их как ориентир. Внезапно он понял, куда попал. Черный ядовитый туман. Самое загадочное место на восточной границе Бескрайнего моря, которое постоянно заполнено густым туманом уже в течение нескольких миллионов лет. Внутри черного ядовитого тумана не работает духовное зондирование. Также он влияет на другие виды энергии. Еще эта таинственная область могла влиять на душу воинов и заставляла их впадать в иллюзии. Здесь также не было природной энергии. Шиян стоял на лодке и еще какое-то время пытался проверить окружение. Через несколько минут он окончательно убедился, что попал в нужное место. На острове солнца Ся Синьян рассказала ему о странных и загадочных вещах черного ядовитого тумана. Она говорила, что черным ядовитый туман находился рядом с центральной частью материка Грэйс и в нем обитает множество демонических зверей. Огромное количество сокровищ было создано на этой территории, да и сам туман идеально подходит для тех воинов, кто решил культивировать темные искусства. В данный момент ситуация в Бескрайнем море была очень сложной. Все силы Бескрайнего мира ищут его. После разделения трех форм жизни, Шиян потерял огромную силу и стал воином сферы Нирваны. Хоть он и был уверен в том, что сможет сражаться против воинов сферы Небес, но противостоять кому-то из сферы Духа теперь точно не сможет. Поэтому он принял единственное мудрое решение – свалить подальше и не участвовать во всем этом хаосе. Шиян хотел увеличить силу своего тела и поэтому направился в черный ядовитый туман. Агрессивная среда этого места могла хорошо поспособствовать в этом деле. К тому же он надеялся найти здесь Ся Синьян. Когда они расстались, Ся Синьян ушла вместе с Ечжан Фин и Линья Цы, которые направлялись в черный ядовитый туман. У Шияна было предчувствие, что Ся Синьян все еще находится в черном ядовитом тумане. Можно сказать, это была основная причина его прихода в это место. Деревянная лодка медленно плыла по морю сквозь туман. Выражение лица вдруг изменилось, а его глаза сверкнули от удивления. Если черный ядовитый туман не пропускает в себя природную энергию и подавляет другие виды энергии, то как культивируют местные войны? Глубокая Цы – это переработанная природная энергия. От этой мысли Шиян вздрогнул. Он быстро направил духовную энергию в пространственное кольцо и вытащил оттуда высококачественный глубокий кристалл. Несколько лет назад, перед тем как отправиться в бесконечное поле брани, Ян Ла дал Шияну сотню высококачественных глубоких кристаллов. Он все это время держал их и почти забыл про них, так как таинственный боевой дух восстанавливал энергию Шияна за счет убитых и ситуации, где нужны были эти кристаллы не возникало. Однако войдя в черный ядовитый туман и понял, что тут нет природной энергии, Шиян внезапно вспомнил об этих кристаллах. Держа кристалл в руке, Шиян попытался поглотить энергию из него. Однако произошло неожиданное. Энергия из кристалла не потекла в тело Шияна, а вылилась в воздух вокруг и затем испарилась, не оставив никакого следа. Это не действует. Лицо Шияна стало мрачным. Идея прибыть в черный ядовитый туман уже не казалась ему такой хорошей. По словам Ся Синьян, черный ядовитый туман – это невероятно опасное место, где свирепствуют демонические звери. И в таком месте он может полагаться только на свое тело. Если он постоянно будет использовать глубокое ЦИ, то исчерпает его очень быстро. А если он останется без энергии, то вряд ли сможет выжить в этом месте. Ему придется тщательно обдумывать каждое свое действие. Поразмыслив немного, Шиян внезапно поднял голову вверх и осознал, что заблудился. Из-за плотного тумана не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Вокруг него была лишь черная дымка и вода, без островов или рифов. Шиян наклонил голову вниз и посмотрел в воду. Течение моря постоянно менялось в разных направлениях и постоянно куда-то двигало лодку. Шиян не знал, сколько уже так проплыл. Теперь даже если бы он захотел бы вернуться, то банально бы не смог. Таким образом у Шияна был только один путь – продолжать плыть, куда глаза глядят. Шиян криво улыбнулся и покачал головой. Раз уж судьба закинула его сюда, то назад пути уже нет. Возможно ему повезет и он найдет тут что-то удивительное или узнает какие-то тайны. Шиян полностью расслабился и решил полностью положиться на волю случая. Он даже прекратил управлять лодкой с помощью глубокого ци и просто дрейфовал по морю. Шиян уставился вперед и стал ждать каких-либо изменений в пейзаже или еще чего-нибудь. Спустя примерно сутки, глаза Шияна вдруг сверкнули. Его деревянная лодка внезапно поднялась в воздух и медленно полетела куда-то. Это показалось Шияну очень странным, ведь он не чувствовал никаких колебаний энергии вокруг. Вскоре он увидел огромный черный силуэт в тумане, похожий на гору. Этот силуэт вызывал некий дискомфорт и чувство опаски. Шиян невольно напрягся и неотрывно глядел на силуэт впереди. Деревянная лодка продолжала медленно лететь вперед и огромный силуэт становился все яснее. Этим силуэтом действительно оказалась гора. Эта гора была в высоту около 200 километров и каким-то неизвестным образом летала над морем. На горе росли деревья, кустарники, трава и прочая растительность, однако никаких признаков зверей или других живых существ не было видно. Шиян выпучил глаза от удивления. Такая огромная гора летала над морем, словно была воздушным шариком. Сперва Шиян думал, что тут нет гравитации, но приглядевшись, заметил странный серебряный дым под островом и под лодкой, из-за которого она и влетела. Немного подумав, Шиян решил покинуть лодку. Использовав немного глубокого ци, он подтолкнул лодку вперед и затем спрыгнул на гору. Оказавшись на горе, Шиян стал осматриваться вокруг. Внезапно, возле Шияна пролетел яркий луч света. Шиян успел разглядеть этот луч и легко понял, что он был выпущен воином. Проследовав взглядом по траектории полета луча, Шиян предположил, что он был выпущен где-то в километре от него. Из-за того, что духовная энергия подавляется туманом, Шиян не мог определить точное местоположение источника луча, да и туман на горе мешал ему что-то разглядеть. Шиян присел и некоторое время думал, стоит ли ему пойти и прогуляться до того воина, что выпустил луч или нет. Он ничего не знал о черном ядовитом тумане, а тот воин мог бы ответить на многие вопросы. Приняв решение, Шиян влил немного глубокого цив ноги и побежал вперед. Глава 363 Три мужчины и две женщины на горе парящей над морем. Ослепительный луч света с ревущим звуком вылетел с другой стороны горы. Шиян остановился и холодно посмотрел на этот луч света. Он заметил, что в этом луче содержалась мощная энергия, которая может принадлежать воину второго или третьего неба сферы нирваны, а может и воину сферы небес. Он начал обдумывать, как запугать такого воина, а также проверял окружение на наличие воина сферы духа. Постояв немного, он уверенно двинулся вперед. Несмотря на то, что его тело было тяжелым, он бежал довольно легко, быстро и изящно. Всего за три минуты он обогнул гору. Спрятавшись в глубокой яме, Шиян аккуратно высунул голову и стал смотреть на сражение. Пять воинов с различными сокровищами в руках сражались против трех златоглазых снежных драконов. Группа воинов состояла из трех мужчин и двух женщин. Все они были молодыми, около лет 20 каждому. Две девушки были довольно красивыми и стройными, а уровень их культивирования был в сфере небес. Тела трех мужчин выглядели довольно накаченными. Два из них были голубоглазыми блондинами и находились в третьем небе сферы Нирваны. Скоро и всего они были братьями, так как выглядели очень похоже. Последний парень выглядел немного моложе тех двоих. У него островатая форма лица и ледяные глаза. Он также находился в третьем небе сферы Нирваны. Три парня и две девушки одерживали победу в сражении против трех златоглазых снежных драконов. С голов одного дракона текла кровь, а его демонический кристалл уже был извлечен. Златоглазые снежные драконы были демоническими зверьми шестого уровня, которых можно сравнить по силе с воинами сферы Нирваны. Они обладали большой силой и прочным телом. Обычное оружие его даже не поцарапает и поэтому с ними довольно трудно справиться. Пять воинов совместными силами уже убили одного златоглазого снежного дракона. Что касается оставшихся трех драконов, то один из них был тяжело ранен. У него был отрезан хвост и с места разреза постоянно текла густая кровь. Он яростно рычал. Наблюдая за боем, Шильян понял, что эти три дракона долго не продержатся и скоро будут убиты. Но Шильяна больше интересовали эти молодые воины. Они были довольно сильны и носили с собой хорошие сокровища. Наблюдая за боем, Шильян был сильно удивлен боевыми навыками, которые использовали эти воины. Они на голову превосходили боевые навыки из Бескрайнего моря. Разрубающий клинок. Одна девушка в шелковой тунике с привязанным к поясу сапфиром внезапно вскрикнула. Множество ярких мечей вылетели из ее белоснежной руки. Они мгновенно пронзили тело одного златоглазого снежного дракона. Пятиметрового дракона подбросило в воздух от атаки мечами. Из разных мест на его тела торчали пучки света. Он уже был мертв, а из дыр по всему телу хлынула кровь. Увидев смерть своего собрата, оставшиеся два дракона запаниковали и стали убегать. Однако одного раненого дракона заблокировали четыре воина. Разноцветные вспышки света мгновенно врезались в тело златоглазого снежного дракона и подбросили его в воздух. Последний златоглазый снежный дракон с ревом бросился бежать в ту сторону, где прятался Шиян. Девушка в шелковой тунике с невероятной скоростью бросилась за драконом. Расстояние между ними быстро сокращалось. Выражение лица Шияна изменилось и он резко встал. Златоглазый снежный дракон заметил его и открыв пасть, выпустил поток ледяного дыхания. Стоять! Когда девушка заметила Шияна, тут же она ринулась ему на помощь. Лицо Шияна стало мрачным. Увидев, как дракон выпускает ледяное дыхание, он сформировал печать жизни и выстрелил ею дракону в глаз. Бум! От удара печатью жизни, златоглазый снежный дракон отлетел назад. Шиян выпустил огненную энергию и расплавил ледяное дыхание дракона, что уже было возле него. Как только златоглазый снежный дракон был отброшен, то сразу же попал под атаку разрубающих клинков девушки. Этот залп клинков был настолько сильным, что тело дракона медленно распалось на шесть частей. Шиян с выпученными глазами посмотрел на куски тела златоглазого снежного дракона. Он понял, что дракон мгновенно умер, так как гравитация, воздействующая на его тело, ослабла и разрубленные части начали медленно падать. В этот момент девушка взмахнула рукой и из ее руку вылетел серебряный луч света, который пронзил голову дракона. Девушка слегка дернула пальцами за луч и вытянула кристалл из головы дракона, который быстро приземлился в ее руку. В это время другие четыре воина добили раненого златоглазого снежного дракона и вынули его кристалл. Спустя некоторое время, пять воинов собрались вместе и глядели на Шияна. Шиян стоял на месте с хмурым лицом. Он поколебался немного, прежде чем пойти к пятерым воинам. Он остановился в двадцати метрах от них и насторожился. «Ты откуда?» – спросила девушка в шелковой тунике и одновременно игралась с демоническим кристаллом. «Бескрайнее море», – спокойно ответил Шиян. «Бескрайнее море», – девушка слетка удивилась и посмотрела на стоящую рядом с ней девушку. «Цаи, ты слышала об этом месте?» На западе от черного ядовитого тумана поговаривают есть морской район, где собралось много воинов. «Кажется, это и есть Бескрайнее море». Девушка по имени Цаи помяла красные наручи, которые издали легкий хрустящий звук. Затем она улыбнулась и с презрением сказала «А я, Бескрайнее море, варварское место». «Пусть там и есть несколько сильных воинов, но их намного меньше, чем в нашей Божественной земле». «Я слышала, что первыми воином Бескрайнего моря были те, кто не смогли развиваться в Божественной земле, поэтому они ушли туда и создали свои фракции». «А-а-а, девушка по имени Айя» слегка кивнула. Три воина сферы Нирваны брезгливо посмотрели на Шияна. Парень с ледяными глазами сказал «Оказывается он эмигрант из недоразвитой области». Шиян нахмурился, но ничего не сказал. Он был слегка удивлен. В его глазах Бескрайнее море было огромной территорией, в которой воины были намного сильнее воинов из торгового союза. То, что Бескрайнее море в глазах этих людей было местом для отсталых удивило его. Подумав немного, он сказал «Вы из центральной части материка Грейс, что на востоке от черного ядовитого тумана». Две девушки с презрением улыбнулись, но ничего не сказали. Три парня гордо кивнули, выпейте в груди вперед. Первоначально Шиян хотел пообщаться с ними еще немного, но увидев такое высокомерное поведение он почувствовал сильное отвращение. Он холодно посмотрел на них и сказав «До встречи». Развернулся и пошел «Подожди», внезапно сказала Айя. Шиян остановился и приготовился к сражению. Перед ним стояли пять высокоуровневых воинов, что обладали сильными боевым навыками и мощными сокровищами. Если они нападут на него, то ему придется драться, используя все свои силы. Находясь всего два дня в этом месте, Шиян хорошо понял, насколько опасно это место. Он ясно понимал, что здешние высокоуровневые воины могут убить кого угодно просто так, без каких-либо причин. Что? Шиян посмотрел на девушку с улыбкой, показывая, что он ничего не предпринимает. «Ты помог мне немного, поэтому я даю тебе часть этого демонического кристалла в качестве награды». Сказав это, Айя коснулась пространственного кольца и вытащила из него кинжал. Взмахнув кинжалом несколько раз, она разрезала кристалл на три части и затем кинула одну часть Шияну. «Айя, демонические кристаллы из черного ядовитого тумана очень ценные. Почему ты тратишь их на него?» Эти слова принадлежали парню с острым лицом. «Борг, мой отец учил меня тому, что любая помощь должна быть вознаграждена сполна. Айя посмотрела на того парня и холодно продолжила, мы должны дать ему эту часть кристалла. Без него, я бы не смогла догнать златоглазого снежного дракона. Все справедливо. Ты что-то имеешь против?» Закончив говорить, она тут же выпустила мощную ауру из своего тела. Глава 364 Зло, прикрытое добром. Парень по имени Борг сразу почувствовал выпущенную девушкой ауру. Выражение его лица слегка изменилось и он хмуро сказал «Айя, я не желаю заполучить эту часть кристалла себе. Просто у меня такое ощущение, будто этот парень долго не проживет здесь». Только демонические звери в черном ядовитом тумане могут накапливать глубокое цель и превращать его в кристаллы. Любой демонический кристалл в этом месте невероятно ценная вещь. Мы совсем недавно вошли в черный ядовитый туман, поэтому нам нужно собрать как можно больше кристаллов и свести их растрату до минимума. Затем Борг бросил холодный взгляд на Шияна и высокомерно сказал «Этот иммигрант из отсталого региона все равно тут умрет, даже с этой частью кристалла. Дать ему такую ценную вещь – сильное расточительство». Шиян нахмурился. Сначала он не был заинтересован в демонических кристаллах и собирался отказаться от части врученной Айя. Однако услышав, что демонические кристаллы зверей могут восстановить глубокое цель в черном ядовитом тумане, он тут же отбросил эту идею и решил бороться за этот кристалл. Однако он сперва решил послушать, что скажет Айя. «Я сказала, что этот кристалл его. Ты плохо слышишь?» Злобно сказала Айя. Борг холодно фыркнул про себя, а его глаза холодно блеснули. Он взял кусок кристалла и бросил его в Шияна. Кристалл полетел настолько быстро, будто им выстрелили из пушки. Шиян с равнодушным выражением лица вытянул руку вперед и спокойно схватил кусок кристалла. В следующее мгновение кристалл ярко засветился. Вшух, вшух, вшух. Несколько потоков энергии вылетело из кристалла и опутали руку Шияна. Шиян слегка ухмыльнулся и, использовав свою энергию, быстро взял под контроль энергию демонического кристалла. Энергия кристалла сжалась на руке Шияна и полетела обратно в кристалл. Слегка дернув рукой, Шиян положил кристалл в пространственное кольцо. Затем он кивнул, а я развернулся и начал уходить. Подожди секунду, внезапно сказала Цаи. Шиян нехотя развернулся и раздраженно спросил, что еще. В одиночку ты правда вряд ли выживешь в черном ядовитом тумане. Не хочешь с нами попутешествовать? Цаи улыбнулась своими пухлыми и алыми губами. В черном ядовитом тумане повсюду опасность. Если будешь путешествовать один, то быстро истратишь все глубокое цель и нарвешься на кого-то очень сильного. Может пойдешь с нами? Заодно сможешь сэкономить силы. Сестра. Сердито вскрикнул Борг, почему ты хочешь, чтобы этот слабак пошел с нами? Он только мешаться будет. Как тебе вообще такая идея в голову пришла? Цаи лишь с улыбкой посмотрела на Борга, а потом перевела взгляд на Шияна и ждала его решения. Айя нахмурилась и молча посмотрела на Цаи. Два брата блондина стояли позади Айя и усмехнувшись кивали друг другу. Шиян с подозрением посмотрел на пятерых воинов перед собой. Поначалу он хотел отказаться, но увидев их взаимоотношения, начал колебаться. Он не сомневался в том, что Цаи планирует что-то плохое. Приглашая в группу, она надеялась как-то использовать его. Шиян мог отказаться, но тут перед ним встает другая проблема. Он ничего не знает о черном ядовитом тумане. Он лишь знал слухи, которые ему пересказалось о Синьян и больше ничего. А в таком случае одиночное путешествие по черному ядовитому туману действительно очень опасно. Эта группа воинов была довольно сильна, а также хороша знала это место. Хоть и непонятно, что они могут выкинуть, но от них можно получить много информации об этом месте. Даже если они не скажут ему прямо, то все равно он мог бы узнать что-то из их разговоров. Все что ему нужно делать, это быть на стороже. Если повеет опасностью, то он мог просто уйти. Это не должно быть слишком трудно. Подумав немного, Шиян рассмеялся и сказал, ну, я ничего не знаю об этом месте, так что мне придется побеспокоить вас. Сказав это, он подошел к пяти воинам чуть поближе и улыбнулся. Хорошо, нам нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы. А ты пока разберешься, как использовать кристалл. Сказал Цаи и посмотрела на Борга. Брат, ты пойдешь со мной охранять лагерь. Закончив говорить, Цаи тут же улетела. Борг бросил холодный взгляд на Шияна и развернувшись, пошел вперед бормоча что-то себе под нос. Сестра, что ты творишь? Спросил Борг, подойдя к Цаи. Разве не лучше просто убить этого ублюдка и забрать у него кристалл? Мы раньше уже все обсудили, но я решила вести себя как благородная дама. Ты то зачем так поступаешь? Черный ядовитый туман обладал многими удивительными свойствами и в их число входило подавление звуков. Благодаря этому, эти двое могли спокойно говорить в ста метрах от остальных и не беспокоиться о том, что их могут услышать. Ты дебил. Улыбка мгновенно испарилась с лица Цаи, а ее глаза стали холодными, как лед. Она ухмыльнулась. Этот парень во втором небе сферы нирваны. Да его легко убить, но это потребует больших затрат глубокого Ци. Ты сам знаешь, как важна каждая капля глубокого Ци в этом месте. Ты действительно дебил, раз не додумался до такого. Увидев ее холодный взгляд, Борг так испугался, что даже не мог нормально говорить, но это часть кристалла. Как думаешь, сможет ли треть демонического кристалла компенсировать глубокого Ци, потраченное на убийство этого парня? Цаи холодно фыркнула. Борг задумался и сказал, нет, идиот. Цаи гневно выругалась, ты действительно думаешь, что а я просто так выбросила эту часть. Кристалла. Она специально дала ему этот кусок кристалла, чтобы ослабить нашу группу. Она хорошо знает твой характер. Ты бы тайно ушел от нашей группы, чтобы найти этого парня и отобрать кристалл. Если бы ты это сделал, то попал бы в ее ловушку. Выражение лица Борга тут же изменилось. Если бы ты ушел и убил этого парня, то не смог бы в равной степени компенсировать затраченные глубокое Ци. Позже, когда мы бы встретили других воинов, зверей или ловушки, ты бы не смог сохранить свою жизнь из-за недостатка сил. Помолчав немного, Цаи продолжила. А я специально дала этому году треть кристалла, чтобы им соблазнить его и он повелся. Он даже был готов драться с тобой за этот кусок кристалла. Даже если бы ты выиграл, то не смог бы полностью восстановиться, так как уже поглотил часть энергии из своего кристалла. Она за пару секунд создала ловушку для тебя, дебил. Выслушав слова Цаи, лицо Борга исказилось. Он буквально обливался холодным потом и подумав немного, сказал сквозь зубы, что за зловещая женщина. После нескольких дней в черном ядовитом тумане от нашей группы осталось всего пять человек. А я удалось сохранить почти все свои силы, поэтому у нее есть преимущество. В критические моменты она всегда использует малую часть своей энергии, тем самым толкая других в лапы смерти. А после всего этого она пожинает большую выгоду. Если ты продолжишь так узко думать, то она непременно убьет тебя. Сколько раз я предупреждала тебя, но ты меня не слушаешь. Ты действительно не знаешь, когда стоит остановиться и хорошенько подумать. Со вздохом сказала Цаи. Борг со стыдом сказал, прости, сестра. Запомни, никаких безрассудных действий. Разве ты не слышал, о чем говорят братца Лаолун? Цаи перевела свой взгляд на двух блондинов. Слегка понизив голос, она сказала, ты должен быть очень осторожным с этими двумя. Пусть они только в третьем небе сферы нирваны, но объединившись они могут убить даже воинов сферы небес. Даже мне стоит опасаться их. Борг слегка вздрогнул, а затем спросил. Сестра, а почему ты попросила этого ублюдка пойти с нами? Идиот. Цаи вздохнула, разве не ты и двое братьев разведывали дорогу недавно? Борг непонимающе кивнул. Разведчик, это самая опасная должность в группе. Разведчики первыми встречают зверей и натыкаются на ловушки. Живучесть разведчиков в этом месте очень низкая. Именно поэтому я и попросила этого ублюдка пойти с нами. Он будет разведчиком и тебе не придется рисковать собой. Понятно, ты невероятный дурак. С разочарованием сказала Цаи. Спасибо, сестра. Сказал Борг. Он был слегка тронут заботой своей сестры. Меньше говори и больше наблюдай. И перестань быть дураком, которого легко обвести вокруг пальца. Цаи вздохнула, села на землю, а затем закрыла глаза. Охраняй меня и не позволяй никому близко подойти, особенно Ая. Хорошо. Борг кивнул и стал внимательно смотреть вокруг. Он хорошо понимал, почему сестра так сильно печется о нем. Он еще нужен ей для каких-то целей. И как только эта цель будет достигнута, он перестанет быть ценным для нее. В таком случае велика вероятность, что сестра просто бросит его. С этой мыслью он посмотрел на Ая. Он слегка удивился, когда увидел, как она идет к Шияну. Он подумал, что у нее опять появился какой-то коварный план. Может решила воспользоваться им? Эта мысль проскользнула в голове Борга. В этот момент враждебность Борга к Шияну сменилась жалостью. Этот дурак попался на удочку сестры, а теперь Ая решила поиграть с ним и при этом он еще будет чувствовать благодарность к ней. Глава 365. Звери, ловушки и люди меня зовут Лали. Я Лаолун. Два голубоглазых брата блондина посмотрели на Шияна с ухмылками и представились. Шиян. Приятно познакомиться. Надеюсь мы поладим. Закончив говорить, два крепких парня улыбнулись. Вместе отошли на сотню метров от Айя и Цаи и Сели. Один из них достал демонический кристалл и начал поглощать из него энергию, чтобы восстановить силы. Другой неотрывно смотрел в одну точку, будто впал в транс. Шиян посмотрел на двух братьев, а затем перевел взгляд на Цаи и Борга. Он сразу понял, что у этой группы воинов есть проблемы с доверием. Когда Цаи восстанавливала свое глубокое Ци, то Борг охранял ее. То же самое было и у братьев Ла. Оказывается эти пять человек совершенно не доверяют друг другу. Цаи и Борг были в одной группе, братья Ла в другой и Айя в третьей. Три группы путешествуют вместе и всегда находятся в боевой готовности. Они максимально осторожны даже во время отдыха. Увидев это, Шиян слегка удивился. Понаблюдав немного, Шиян осознал куда попал и теперь не смел расслабляться, и насторожился еще сильнее. В этот момент к Шияну подошла Айя и остановившись в десяти метрах от него сказала, «Меня заинтересовало бескрайнее море. Не мог бы ты немного рассказать о нем?» Айя уже была одета в шелковое платье с нефритовым тканевым поясом на талии. Она смотрела на Шияна своими ясными глазами. Иногда в этих глазах мелькал странный свет, который будто стремился втянуть души людей в зрачки. Посмотрев на нее, Шиян насторожился и внимательно наблюдал за каждым ее движением. Айя стала потихоньку приближаться. Шиян неотрывно смотрел на нее и мысленно похвалил ее красоту. Она не уступает в красоте Сясиньян и Цаожилан.